Сегодняшнее мероприятие Межмузорскую научно-практическую конференцию Традиции и инновации в Музовском образовании Переводческих и реанимистических дисциплин Я открываю это мероприятие И это мероприятие продолжает Серию конференций Продолжает неделю науки В нашем университете Как мы все сами знаем В этом осуществлении, 19 ноября Вся страна отмечала несколько праздников День преподавателя высшей школы В нашей стране еще несколько праздников День ракетных войск и артиллерий Которые отмечают сотрудники нашего университета И так принято, что день рождения в университет Тоже отмечает 19 ноября Всегда 19 ноября у нас Рядышком, либо до, либо после Сопутствует неделя науки Мы проводим различные научные мероприятия Конференции Сейчас еще можно назвать антиконференции Различные митинги и так далее Общаемся, встречаемся, делаем доклады Выступаем И ваша конференция Это одно из Продолжений вот этой недели науки Я очень рад, что у нас Проходят конференции, связанные Не только там с артиллерией С ракетными войсками и так далее Но и со всеми теми Образовательными программами, направлениями Которые обучают наш университет Они все важны и мы очень ценим, что у нас такая большая кафедра, которая занимается этими вопросами Георгий Радмитрий на долгое время Проводит различные мероприятия Чем самым повышает Престиж этой камеры, престиж этих профессий Поэтому я поздравляю вас И желаю всем активной работы Интересных вопросов Интересных дискуссий Пусть все получается Поэтому спасибо большое, что собрались здесь у нас И всем желаю активной, продуктивной работы Спасибо, Олег Геннадий Аплодисменты Спасибо. Уважаемые выпускники, конечно, конференции в рамках общей недели конференции для Лай-Меха для нас всегда являются событиями, именно событиями. Мы проводим эту конференцию уже довольно давно и когда-то были такие встречи в рамках музея нашего, но в основном, конечно, они проходят в нашем корпусе. Сегодня мы осваиваем новую территорию с вами, если так можно сказать. Мы работаем в новом зале, который наше руководство нам предоставило. Несмотря на то, что конкуренция за то, чтобы работать именно в этом зале, очень большая. И поэтому я считаю, что вот эта честь, которую достоин наш коллектив, она также заработана нами годами. Годами кропотливой работы с вами, со студентами, годами исследований, которые уже отражены в фундаментальных работах и в периодических изданиях очень престижных. И так далее. И вот эти исследования, я должна сказать, они внесли довольно большой вклад в общее развитие лингвистики и тем более в развитие лингвистики в нашем университете. Казалось бы, в техническом университете. Но, как показал опыт, уже 25-летний опыт работы именно в рамках лингвистики, как составной части большой науки нашего университета, в основном технического университета. Вот все эти моменты, конечно, явились... И тот результат, что мы работаем в одном из центральных помещений, вот этой недели науки, все это, конечно, свидетельствует о увеличении роли лингвистических исследований в рамках общих исследований, которые проводятся нашими учеными. Ну и что я хотела еще отметить. Вчера провести темы дипломных работ, в рамках которых, конечно, будут основные мысли сегодняшних сообщений, докладов и так далее. Так вот, в рамках вот этих работ основная тенденция, конечно, которая будет просматриваться... Она еще не особенно видна, но она уже просматривается даже в названиях работ студентов, вот устных работ студентов. Это, конечно, связь нашей науки с вами, лингвистики, особенно прагматической лингвистики, функциональной лингвистики. Она, конечно, будет связана с теми событиями, которые сейчас проходят в нашей стране. И я должна сказать, что это вообще... Ну, коллеги мои все знают, что это всегда было необъемлемой частью наших исследований, наших работ. Это связь нашей области с теми областями, на которых специализируется наш университет традиционно и особенно в настоящее время. Я вижу среди нас, в том числе гостей, я их приветствую. По фотографии узнала вас. Добро пожаловать в наш коллектив. Наш коллектив очень хороший, творческий. И, конечно, мы ждем, в общем-то, заметных результатов. Что и происходит всегда с каждым новым выпуском. Нас всегда студенты показывают... Те результаты, которым мы всегда довольны, на самом деле. Вот. И я вижу здесь среди тех, кто обеспечивает техническую часть. Я вижу наших тоже выпускников. Мне всегда это очень приятно. И поэтому я пожелаю всем хороших докладов, которые, конечно, мы будем критически и очень критично обсуждать. Но именно в этом есть зерно познания, познания истины. Я желаю всем успехов, всем нам успехов. Я прошу прощения, что я не буду, может быть, слишком присутствовать в своем время конференции. Но, к сожалению, немножко вот эта вот эпидемия, она дает какие-то свои, к сожалению, отрицательные коррекции. Так что всем спасибо, желаю всем нам творческой работы, желаю всем нам хороших тезисов в результате этой работы. И дальше. Время. Вперед. Нам пора начинать. Я представлюсь, что все наши докладчики знакомы со мной лично. Меня зовут Наталья Александровна Галина. И это вот со мной придержали контакт. Поэтому очень рада, что вы пришли к нам в гости с хорошими докладами. Мы очень ждем ваш доклад. И первый доклад у нас будет делать Горн Евгения Александровна. Она кандидат в биологических наук и доцент университета науки и технологий МИСИС. Это Москва. Работает на кафедре иностранных языков и компьютерных технологий. То есть вообще кафедра, на которой работает Евгения Александровна, она известна своими разработками. Горн Евгения Александровна Галина. А со второго устройства, надеюсь, меня слышно, я буду говорить в микрофон. Почему я решила так сделать? Дело в том, что как только я начну демонстрировать презентацию, которую я подготовила в Яндекс.Телемост, вы перестанете меня видеть. А мне бы хотелось, чтобы вы продолжали все-таки видеть докладчика. Я и так онлайн. И все-таки хотелось бы, чтобы контакт у нас был. Надеюсь, меня слышно. Подайте мне, пожалуйста, знак, что меня слышно. И мы, наверное, будем начинать. Слышно. Хорошо. Спасибо большое. Отлично. Тогда осталось запустить презентацию и убедиться, что меня еще и видно. И все хорошо. Я очень рада этому приглашению сказать по правде, потому что я, как, наверное, как представитель технического вуза, а также преподаватель лингвистических дисциплин, как никто, понимаю все эти сложности, с которыми мы можем сталкиваться, когда мы реализуем программы подготовки преподавателей, переводчиков, лингвистов в целом в рамках технического вуза. Сегодня я представлю доклад на тему автоматизации переводческого цикла. Меня уже представили. Единственное, хотелось бы поправить, что у нас кафедра называется иностранных языков и коммуникативных технологий. Но, честно говоря, ваша оговорка, наверное, правдива, потому что мы уже становимся кафедрой немножко и компьютерных технологий, потому что понятно, что технологический вуз так или иначе накладывает отпечаток на то, какими исследованиями мы занимаемся. И сегодня я хочу вам, наверное, в первый раз за последние три года представить то исследование, над которым мы работаем в рамках научной группы, которой я руковожу, в рамках лаборатории перевода, которой я тоже руковожу. И мое решение такое. Я представлю вам это исследование с точки зрения тех трех этапов, которые мы за последние три года прошли. И к чему мы, собственно, пришли, над чем мы работаем и чем мы занимаемся сегодня. Мне кажется, это очень интересно, потому что, как правило, достаточно сложно поделиться такими исследованиями. Я имею в виду такими обширными и лонгитюдными, потому что, да, мы печатаемся, да, мы выступаем на конференциях, но такого глобального обзора, наверное, еще ни разу не было. Если здесь есть коллеги или студенты, которые присутствовали на каких-то других конференциях в прошлом году, наверное, часть информации для вас уже будет знакома, потому что с какими-то результатами я действительно уже выступала. И участники научной группы тоже выступали. Но сегодня я расскажу не только о том, что уже было, о том, что есть сейчас, и тоже расскажу о том, над чем мы, собственно, продолжаем и будем работать в рамках университета МИСИС. Как я уже сказала, исследование у нас лонгитюдное. Мы занимаемся им уже третий год. И условно мы его разделили на три этапа. Сначала мы работали с оценкой качества перевода художественного текста. Я немножко дальше остановлюсь, почему именно художественного, почему оценкой качества. Мы, конечно, работали над машинными средствами и способами оценки качества машинными средствами. На втором этапе в прошлом году мы занимались автоматизацией предпереводческого анализа или предпереводческого этапа. И сейчас, в этом году, естественно, чат GPT задает так или иначе некий тон тому, что мы делаем. Мы пробуем анализировать, вообще исследуем это поле, насколько возможно использовать чат GPT и, возможно, другие какие-то генеративные сети для работы над переводом в целом. Приступим. Надеюсь, будет интересно. У меня много картиночек. Ну что ж, автоматизация переводческого цикла. Здесь, наверное, стоит оговориться относительно того, что переводческий цикл вообще классически в теории перевода понимается как некий контекст, сформированный по тем или иным принципам. Объединение произведений автора, например, которые были написаны в какой-то один период или которые посвящены одному лицу и так далее. Здесь хотелось бы мне обязательно оговориться. Дело в том, что мы подразумеваем под переводческим циклом совсем другое. Под переводческим циклом мы на самом деле подразумеваем то, что классически в теории перевода называется процесс перевода. Но для того, чтобы не было путаницы, мы процессом перевода будем называть непосредственно работу с текстом и перекодирование, тот самый процесс, потому что мы его отдаем полностью машинным средствам и ими не занимаемся, и не анализируем. И в переводческий цикл в целом мы вкладываем, соответственно, три этапа. Это предпереводческий анализ. Я немножко, наверное, здесь остановлюсь и расшифрую для тех, кому это может быть нужно. То есть мы будем здесь говорить о том, как мы можем подготовить текст к переводу, как мы можем подготовиться как-то сами к переводу, может быть, упростить нашу жизнь с помощью машинных средств, если это возможно. И постэтап, да, редактура, корректура и так далее. И здесь, соответственно, мы интересуемся тем, как можно машинными средствами сделать текст, после того, как он машинными средствами, собственно, переведен, соответствующим узусу, соответствующим вообще нормам переводящего языка, ну и всем классическим нашим критериям. Можно ли вообще из всего этого цикла, из всего этого процесса каким-то образом исключить человека или, например, превратить человека, допустим, в оператора машинных каких-то процессов. Собственно, это то, чем мы занимаемся и пытаемся понять, возможно ли это в целом. Сегодня я расскажу о том, к чему мы пришли с разных точек зрения, как мы к этому процессу подходили и что, собственно, сделано. Итак, первый этап. Мы решили попробовать начать с конца, как большинство наших коллег, и начать с оценки качества перевода. Мы выбрали самый сложный текст, потому что нам показалось, что это самая интересная научная задачка. Я думаю, что многие здесь, наверное, поддержат эту мысль. Ни для кого не секрет, что с художественным текстом любые машинные средства, наверное, справляются хуже всего. Именно поэтому мы его и выбрали в качестве объекта исследования. Мы исходили из следующих постулатов. Мы, естественно, считаем, что художественный текст самый сложный для машинного перевода. Мы также понимаем, что художественный текст – это семиотическое единство. Этим самым утверждением мы, собственно, не говорим о том, что другой какой-то текст не является семиотическим единством. Но художественный текст, наверное, в большей степени содержит какие-то слова, которые могут… какие-то лексические единицы, наверное, лучше сказать, которые, вступая в отношения, семиотические отношения внутри текстового целого, в итоге становятся достаточно сложными для перевода, потому что они превращаются в некие такие символы внутритекстовые, и с ними достаточно тяжело работать. К таким мы, например, отнесли лингвокультуронимы, и мы сказали, что лингвокультуронимы – это самые сложные слова для перевода, на них-то мы и сфокусировались. Я немножко остановлюсь дальше и раскрою, собственно, чем мы занимались. Я думаю, будет проще понять. В качестве примера лингвокультуронимов мы выбрали цвета обозначения, хотя это было совершенно необязательно. Например, в качестве лингвокультуронимов можно было, например, выбрать название животных, и я, собственно, дальше расскажу, что мы к этому тоже пришли, и название животных тоже анализировали, не будет схем, но мы это тоже сделали. Это могут быть, например, числительные, которые тоже могут выступать как лингвокультуронимы. Что мы под лингвокультуронимами понимаем? Например, если перед нами есть художественный текст, некое художественное целое, то в целом слова, которые там встречаются, например, в контексте цвета обозначений могут обозначать, естественно, цвет, то есть название цвета – синий, красный, желтый, зеленый, и есть, наверное, даже пример, по которому можно ориентироваться. Здесь у нас цвета обозначения используется просто для создания образа. Ничего в этом, наверное, сложного нет, и никаких больших проблем до перевода это не создает. Я имею в виду, эти слова не создают или эти лексические единицы. Если, например, вдруг цвета обозначения становится характеристикой персонажа, или, не дай бог, его фамилией, то здесь у нас уже есть проблемы, потому что приемы, которыми мы обычно пользуемся – это транслитерация, это транскрипция, это какие-то другие приемы, которые нам известны, которые не сохраняют понятие цвета в контексте, понятие цвета в переводе, то есть они могут каким-то образом быть переведены, но цвет сохранить не удастся. Или, например, третий вариант, когда цвета обозначения внутри текстового целого становится вообще символом или лейтмотивом каких-то событий или каких-то настроений или каких-то идей, и здесь оно вообще перестает обозначать само себя, обозначает что-то совершенно другое, например, депрессивный мир Джеймса Джойса в дубле, депрессивный мир этих людей и так далее при помощи цвета обозначения Брауна. Если в целом с этим понятно, то мы двигаемся дальше. И для, допустим, машинного перевода это один из самых сложных компонентов, которые даже идентифицированы в тексте достаточно сложно. То есть мы поставили перед собой задачу, может ли, например, какие-то машинные средства могут ли, например, машинные средства дать нам возможность вообще понять, что данная лексическая единица обозначает и отвести, развести как-то их между собой и уже как-то оценить, насколько хорошо сделан перевод с точки зрения внутри текстового взаимодействия. Вот таким вопросом мы задались и нашли решение. Это решение оказалось вообще для нас неожиданным. Мы воспользовались программой BERT. Если вы имеете представление о том, что это за программа, то, наверное, стоит сказать, что она используется в основном в компании Google, принадлежит этой компании и используется для предсказания следующего предложения или генерации пропущенного токена. Что это значит? Это значит, что, например, мы все каждый день сталкиваемся. Если вы решаете что-то погуглить, открываете Google, набираете, соответственно, там какой-то запрос, который вы хотите, чтобы ответ на который вам Google нашел. И если вы начинаете набирать, то уже вам Google начинает предлагать какие-то варианты. То есть он предсказывает следующее предложение или следующее слово или следующую лексическую единицу. Если вы, например, какое-то выражение начинаете гуглить и делать это неправильно, то, соответственно, эта программа BERT исправляет это, делает запрос правильным или, по крайней мере, делает предложение о том, каким запрос должен быть. Мы решили, что эта программа может нам помочь вот с поиском и вообще пониманием значения лексических единиц с точки зрения текстов и с точки зрения вступления этих единиц в разные взаимоотношения, зависимые внутри художественного текста. Честно говоря, первый цикл наших исследований был не очень удачным, но мы в итоге дообучили модель, и у нас получились вот такие карты, которыми мы стали пользоваться. На самом деле вы видите их в 2D, а они у нас в 3D. Это векторные диаграммы. Что они показывают? Здесь как раз и вы можете увидеть ответ, почему мы выбрали цветы обозначения, потому что очень легко было раскрасить в точке и точки в разного цвета, и сразу видно, что происходит вообще в тексте. Это произведение Needful Things Стивена Кинга. Это все цветы обозначения, которые используются в этом тексте. Что значит эта карта и как ее читать? Во-первых, если вы видите, что какие-то точки каких-то цветов расположены близко друг к другу, значит, они имеют примерно похожее значение. То есть, если, например, действительно бы в этой книжке был человек, которого бы звали, предположим, мистер Браун, то он бы никогда не попал вот в эту зону, потому что, собственно, Берт может определить, что это имя, и мистер Браун никогда бы не попал сюда, а попал бы куда-то в очень отдаленное место. Вот от этого, да, локационно-отдаленное. О чем это говорит? Это говорит о том, что, например, вот такие цветы обозначения у нас используются в этой книге. И удивительно, здесь есть достаточно много розового цвета, что вообще нетипично. И в целом мы можем уже сделать какие-то выводы об этом произведении, и даже его не читая. Дальше мы решили использовать этот инструмент и подумать, ну, конечно, карты красивые, они симпатичные, они интересные, но что мы на самом деле, как переводчики, можем с этим сделать? И мы поняли, что наше исследование может пойти в несколько разных направлений. Одно из этих направлений, например, мы задались вопросом, можем ли мы применить эту технологию для качества художественного перевода. Ну, каким образом мы думали, мы можем это сделать? Мы думали, что мы можем составить две карты, например, цветовые, для оригинала и перевода, а потом их сопоставить просто двести и посмотреть, насколько хорошо был сделан перевод. Но, как вы понимаете, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что эти карты, во-первых, придется оценивать человеку, сначала смотреть карты, потом, естественно, сочетать переводы и оригиналы, и делать все равно какую-то человеческую оценку, что очень долго и трудозатратно. Тогда мы решили выбрать мини-контексты с этими цветообозначениями и перевести их машинными средствами, потому что мы за автоматизацию всего переводческого цикла, а дальше попробовать их оценить. И оценить мы их решили тоже при помощи программы БЕРД. Мы придумали веса, которыми программа оценивала, хорошо сделан перевод или плохо. И дальше мы попросили переводчиков сделать то же самое. Мы, конечно, надеялись на то, что мы молодцы и решили проблему, и у нас совпадут цифры. В эти веса совпадут, и переводчик человек, и переводчик машины оценят качество одинаково, хорошо или плохо. Каково же баллов наше разочарование, когда мы поняли, что мы ошиблись. И почему мы ошиблись? Ошиблись мы вот почему. Потому что программа БЕРД Скор, разработанная Гуглом, оценила Гугл Транслейт как самый лучший перевод. Человеческий, соответственно, получил наименьшее количество баллов, потому что там было больше всего преобразований. То есть БЕРД способен оценить качество перевода только с точки зрения того, насколько близко, семантически два текста являются друг к другу. То есть как только вы делаете в тексте какие-то преобразования, которые, скорее всего, идут на благо тексту, БЕРД считает эти преобразования некорректными, ненужными, неправильными, и, соответственно, не принимает их как хороший перевод. Подумав об этом, мы решили дообучить эту модель и взяли все существующие переводы Стивена Кинга и оригиналы Стивена Кинга и дообучили модель БЕРД Скор до того, чтобы она на этих текстах поняла, наверное, сложно ее так олицетворить, антропатологизировать, что хорошо, а что плохо, и что, собственно, преобразования в тексте вовсе не являются их врагом. БЕРД Скор до сделала, и результаты у нас получились намного лучше. После этого наш инструмент стал оценивать вполне себе даже неплохо, по крайней мере, перестал, по крайней мере, показывать нам, что Google делает самые лучшие переводы художественного текста. Модель все еще не идеальна. Мы все еще думаем, как с ней работать дальше. И больше всего она не справляется, естественно, вот у нас есть целый блок ошибок. Больше всего, конечно, она, например, не справляется с передачей каких-то цифровых данных, ну, это меньше всего, да. Больше всего она не справляется с, например, нарушением стилистических норм. Совершенно не может понять, нарушены были какие-то стилистические нормы или нет. Ну, и самый большой столбик, я думаю, вы видите, это, ну, какая-то неточная передача информации. То есть, по сути, это просто переводческие ошибки как таковые. Фактические переводческие ошибки. То есть, когда слова переводятся не тем, лексические единицы не соответствуют тем, которые были выбраны, например, машинными средствами, не всегда программа может определить это как ошибку. Иногда в ошибки попадают, например, те вещи, те лексические единицы, грамматические, которыми ошибками не являются. То есть, мы над этим еще работаем. Мы думаем, что Берт не идеальная программа, и думаем, как ее улучшить и дообучить. Но вы же помните те самые карты, которые я вам показывала в самом начале? И мы подумали, а что еще можно с ними сделать? И в какой-то момент мы поняли, что вообще они могут служить неплохим инструментом для передпереводческого анализа. И сейчас, наверное, будет тот самый момент, который я очень люблю, потому что я не первый раз рассказываю об этих результатах. Я вам покажу несколько карт, нескольких произведений. И мне бы хотелось, чтобы вы внимательно на них посмотрели. И мне кажется, вам откроется истина, как многим из нас, кто с этим работал. Это «Алиса в стране чудес». Вспомните карту Стивена Кинга, которую я вам показывала, в которой было обилие цвета обозначений. А теперь посмотрите на карту «Алиса в стране чудес», в которой цвета обозначений, во-первых, меньше значительно, во-вторых, они значительно дальше находятся друг от друга, эти три, и это значит, что их значения не так уж хорошо совпадают лексически между собой. Ну, то есть мы можем какие-то сделать выводы о том, что за произведение перед нами. Посмотрим сюда. Это 1984. Ну, совсем по-другому, правда, выглядит произведение. То есть у нас уже какое-то такое графическое представление о том, а что мы в этом произведении увидим. Еще раз давайте вернемся в «Алисе в стране чудес» и к 1984. Ну и, наверное, еще одну карту, которую я бы вам хотела показать, которая тоже такая достаточно показательная. Это Wizarding Glass. Выглядит совершенно по-другому, и здесь явно есть возможность подумать и почитать, и покоррелировать. Во-первых, большая скученность. Это значит, что в целом лексическое значение этих слов повторяется, и, скорее всего, используются слова только в одном лексическом значении. Скученность говорит об этом. Но здесь интересно, например, у нас есть скучных синих точек, в которые почему-то попала розовая. Значит, вероятно, это цветообозначение используется где-то локационно в тексте. Это не одно, это несколько, да, цветообозначение используется локационно вместе почему-то с синими. Это тоже интересно. Значит, возможно, это либо очень близко, значит, это описание чего-то, какого-то предмета или человека, в котором содержится и синий, и розовый цвет, или же, возможно, что это другое лексическое значение у этого слова или там группы слов. Ну и, наверное, еще одна карта. Это маленький принц. Мы, конечно, скажем так, здорово развлеклись этими картами, но хотелось бы их все же приложить для процесса перевода. И мы поняли, что мы в целом можем эту технологию использовать для предпереводческого анализа. Как это сделать? И здесь мы вообще задумались, а что собой представляет предпереводческий анализ. И таким образом мы пошли на второй этап наших исследований в прошлом году, задумавшись о том, вообще, можно ли как-то демпозировать этот процесс, процесс переводческого анализа, или нельзя? Из чего? Идеи, которые нам пришли в голову, были таковыми. Во-первых, мы подумали, что во время работы над текстом еще до того, как человек начинает переводить, он занимается тем, что, ну, переводчик, естественно, занимается тем, что, вероятнее всего, переводчик-человек, я имею в виду здесь, занимается тем, что, наверное, текст читает, хотелось бы надеяться, он старается его понять, ну, то есть какие-то когнитивные процессы происходят. Во-вторых, вероятнее всего, переводчик ищет какие-то незнакомые слова в словарях, как-то анализирует эти значения, ну, если совсем упрощать, да, что еще делает переводчик? Он определяет тип текста, вид, жанр, как угодно это назовите, ну, то есть он должен понимать, наверное, подход к тому, чтобы переводить стихотворение, будет один, а подход к тому, чтобы переводить, например, инструкцию, будет немножко другой, да, к научной статье, конечно, и мы это все прекрасно понимаем. Поэтому, наверное, перед тем, как вообще начать с текстом работать, переводчик, ну, вот как-то начинает ориентироваться в этой жанровой принадлежности, жанрово-видовой. Пропала моя презентация? Прошу прощения, давайте попробуем. Какие-то были проблемы с соединением, видимо. Сейчас все восстановилось. Надо вернуться на предыдущие слайды сюда или нет? Дальше. Дальше можем. Да, супер, отлично, спасибо большое. Ну, и четвертый процесс, которым занимается все-таки переводчик, он занимается тем, что он ищет, мы так назвали, это контексты с зависимые слова. То есть это те самые слова, которые в контексте приобретают какой-то новый смысл, и в том числе этот контекст может зависеть и от того, к какому, например, к какому полю, да, принадлежит этот текст. Я имею в виду, к какому тематическому полю принадлежит этот текст. Я думаю, что мы все учим так или иначе наших студентов работать с терминами, и мы говорим о том, что, например, есть термины, которые в одном тексте означают одно. Я, допустим, имею в виду химическом, да, вот, допустим, в управленческом совершенно другое. Ну, и вот мы их назвали контексты с зависимыми словами. И вот, кстати, возвращаясь, да, например, к картам, если мы будем говорить о тематически разном употреблении тех же самых терминов, то БЕРД покажет их на карте достаточно далеко расположенных друг от друга. И поэтому для этого глобально БЕРД можно использовать, например, для того, чтобы работать с четвертым пунктом на этапе предпереводческого анализа. Но мы же хотим автоматизировать все, поэтому мы перешли к тому, что решили подумать, а есть ли у нас сегодня какие-то программы уже доступные, которые могут нам помочь с тем, чтобы работать с лексикой каким-то образом и автоматизировать этот процесс, и не заставлять переводчика читать текст, например, и выделять какие-то слова. И мы обнаружили программу AntCon, которая находится в открытом доступе, с помощью которой, на самом деле, не обязательно именно эту программу брать. Я думаю, что их достаточно много разных, которые могут нам помочь составить конкорданс. Мы подумали, что конкорданс – это неплохой вариант для того, чтобы в целом найти самые частотные слова. Мы знаем, что конкорданс нам выдает обычные самые частотные слова, которые употреблены в этом конкретном тексте, а значит, наверное, их-то перевод, переводчику знать совершенно точно нужно. Соответственно, что мы сделали? Мы применили программу «Конкорданс». Те, кто работает с такими типами программ, знают, что обычно первые 10-12 слов – это служебные слова, местоимения, может быть, артикли и прочие, которые нам, наверное, не очень важны с точки зрения поиска их в словарях. И поэтому первые 10-15 слов мы обычно откидывали и занимались теми словами, которые уже интересно было бы поискать в словарях, посмотреть, какие значения у них могут быть и можно ли это сделать автоматически. Автоматизировать возможности автоматизации, представленные в открытом доступе, мы не нашли, поэтому мы решили самостоятельно написать код, который связывается с программой «Антконг». и на заданные слова способен найти соответствие в нескольких словарях, представленных в открытом доступе в интернете. Ну, то есть, по сути, вот эту часть задачи предпереводческого процесса можно автоматизировать. Автоматизация вполне себе неплохая. Вы можете видеть, если я надеюсь, это видно с экрана, что у нас есть несколько соответствий. Наша программа способна определять часть речи, способна предлагать несколько вариантов перевода. Единственное, что она пока не способна делать, она не способна соотносить вот это слово с предметной областью текста, с которым мы работаем. То есть, что мы делаем, еще разок, да, как мы автоматизировали этот процесс. Например, у нас есть какой-то текст, мы этот текст, собственно, загружаем, да, в некую программу. Эта программа сначала применяет «Антконг», выделяет, соответственно, значимые слова, в смысле, выделает частотный вот этот список, да, после этого мы вручную выбираем тот блок слов, который нам нужен, и дальше отправляем его на перевод. И вот эта программа нам дает возможность составлять такие глоссарии. Ну, здесь, конечно, вручную придется отбирать эти единицы, которыми мы будем пользоваться, и дальше их можно загрузить, предположим, любые автоматические средства работы над переводом в качестве, как я уже сказала, глоссария, это значительно ускорит работу над текстом. Но мы были бы не мы, если бы мы не провели переводческий эксперимент. Что мы сделали? Кстати, код можно посмотреть по QR-коду. Я, наверное, здесь немножко подожду. Может быть, кто-то захочет его сфотографировать и посмотреть, что это за код и как он работает. Ну, там только часть в любом случае. Ну, может быть, вам будет интересно. Я, наверное, двинусь дальше. Что мы сделали? Мы взяли два профессиональных переводчика и один компьютер. Мы взяли три разных текста, принадлежащие к разным жанрам. Научный, научно-популярный и публицистический текст. Что мы сделали? Мы двум переводчикам и одному компьютеру дали эти тексты и попросили провести предпереводческий анализ этих текстов. В результате что мы замеряли? Мы замеряли, сколько единиц выделили переводчики. Мы заменяли, сколько это было уникальных единиц. Что значит уникальные единицы? Это значит, что даже если эта единица повторяется в тексте, например, 2, 4, 5, 10 раз больше одного, мы все равно ее рассматриваем только один раз. Если она выписывается переводчиком несколько раз, то она уникальной считается только один раз в любом случае. В результате мы получили... А, еще мы замеряли время. Мы замеряли, естественно, какой-то нам нужен был универсальный показатель. Мы замеряли, сколько времени у каждого переводчика уйдет на то, чтобы сделать предпереводческий анализ. Принципиально переводчиков мы отобрали следующим образом. Нам нужны были люди, у которых было высшее переводческое образование от трех лет опыта работы переводчиком в сфере, не связанной с текстами, которые были им предоставлены. Это была принципиальная задача. Почему? Потому что есть существенная разница между тем, как быстро переводчик работает с текстом и сферы, которая ему знакома. Естественно, мы все понимаем, что это происходит намного быстрее, а нам интересно было замерить, как быстро переводчик будет работать с текстом, который не относится к той сфере, в которой он профессионал. Но, тем не менее, переводчик по нашим параметрам все равно еще считался профессионалом. В результате мы получили 9 глоссариев с вот этими единицами, с вариантами переводов. Три глоссария были ручных от переводчика 1, ну, то есть сделанные вручную. Три глоссария были от переводчика 2 и три глоссария были сделаны нашими машинными средствами. Сейчас я вам покажу наши статистические данные, такие очень условные, к чему мы пришли. Вы можете видеть название текстов в этой таблице слева в первой колонке. Первый текст это научный, второй текст это научно-популярный и третий текст вообще, да, не относящийся к научно-популярным текстам, он публицистический, как я и говорила. Соответственно, количество единиц, которые были выделены в каждом из текстов первым переводчиком, количество единиц, которые были выделены вторым переводчиком, то есть существенная разница. Посмотрите, видимо, у нас второй переводчик все-таки разбирался в той сфере, по которой он получил тексты. Более или менее. И глоссарии, которые были созданы с уникальным количеством единиц, которые были созданы машинными средствами. И время. Смотрите, первый переводчик потратил примерно меньше часа в любом случае. Второй переводчик потратил очень разное количество времени. Мы все-таки связываем это с тем, что это тоже интересная корреляция. Во-первых, переводчик потратил больше времени, как вы видите, на какие-то тексты и меньше времени на какие-то другие, но единицу он выделил значительно меньше. То есть, может быть, этот переводчик просто гораздо внимательнее читал текст, которым работал. Неизвестно. Нужно узнавать. И, соответственно, машинные средства в любом случае затратили на это меньше. Но здесь это тоже такой трюк. Нельзя сегодня утверждать, что машинные средства на основании этих минут справляются лучше, 100%. Они действительно справляются быстрее. Но мы помним, что для того, чтобы провести качественный предпереводческий анализ, переводчику неплохо было бы текст в целом прочитать. Но так как у нас сам перевод будет осуществлять машина, то мы, соответственно, вот этот блок с прочтением текста вообще просто удаляем из процесса перевода. Если мы сделаем то же самое, например, для текстов, которые будут переводиться переводчиком, хотя это невозможно в целом, исходя из процесса перевода, то, наверное, у нас на работу с лексикой останется ровно столько же минут. Вот. Двигаемся, наверное, дальше, к третьему этапу. Да, вот как я уже сказала, сейчас я по второму этапу, наверное, еще немножко пройдусь. Как я уже сказала, мы практически убираем вот эту вот часть, связанную с прочтением текста и с желанием его понять, потому что для машинных средств это делать не нужно. Ну, нужно глобально, но если мы это делаем с точки зрения науки, то получается, что на это мы время сокращаем. Соответственно, незнакомые слова о словаре у нас получилось автоматизировать тем или иным способом, возможно, не идеальным, но, тем не менее, такой вариант есть. И у нас, собственно, получилось искать контекстно-зависимые слова с помощью БЕРТ еще в позапрошлом году, то, о чем я говорила. Остался один блок, с которым мы работаем прямо сейчас. Это определение типа текста, определение его жанра, принадлежности, сферы принадлежности и прочее, я имею в виду тематической принадлежности. И это разные черты, которыми этот текст обладает. То есть задача какая стоит сегодня перед нами? Мы работаем над тем, чтобы каким-то образом научить машину определять, что вот этот текст, например, стихотворение, а вот этот текст, например, инструкция к стиральной машине. Но определить просто является текст стихотворением или инструкция к стиральной машине для нас недостаточно. Для нас еще нужны маркированные единицы, которые нам дают понимание того, что текст относится к тому или иному виду, жанру или тематической принадлежности. И как этот текст, как эти вот, собственно, факторы и черты нужно применить в переводном тексте, чтобы и переводной текст тоже остался стихотворением в инструкции к стиральной машине. И мы эту задачу попытались решить при помощи чата GPT. Ну, то есть мы в процессе решения этой задачи. Мы думаем, что чат GPT может нам в этом помочь. И когда мы задались вопросом, может ли чат GPT создать текст по заданным каким-то параметрам для начала хотя бы, ну или есть какие-то другие генеративные модели, которые могут создать вообще текст по каким-то заданным жанровым параметрам. Мы, честно говоря, не нашли лучшего примера и лучшего эксперимента, чем заставить чат GPT сдать IELTS. Почему? Потому что для начала мы решили попробовать вообще просто разные модели генеративные, заставить написать какой бы то ни было текст, который будет соответствовать достаточно четким параметрам. И мы не придумали, как эти параметры жанровые ввести, но зато вот, например, когда мы говорим про какие-то международные экзамены, там некие параметры уже указаны. И согласно этим параметрам модель можно обучить и попробовать заставить эту модель создать какой-то текст по тем параметрам, которые мы внесли, а потом уже применить, усложнить и применить это к переводу. И вот буквально, наверное, в середине ноября мы провели эксперимент и проанализировали пять моделей, которые представлены в таблице с задачей. Ну, мы часть из них дообучали, надо отдать должное все-таки, они не справлялись на начальном этапе, не справлялись, скажем так, так хорошо, как нам нужно было, потому что мы все-таки хотели приблизить максимально возможности этих сетей, сдать анализ так же, как мог бы сдать человек с хорошим владением языком, например, там, C2 или C1. Для оценки мы использовали несколько моделей, мы использовали несколько вариантов, там, сложность вокабуляра, я только несколько критериев вывела на слайд, чтобы это было достаточно компактно. Но самое главное, что мы сделали экспертную оценку, то есть мы попросили прочитать эти работы эксперта IELTS и попросить их оценить. При этом мы поступили совершенно честно, потому что мы скрыли, что это работы, сделанные разными нами дообученными моделями по совершенно четким критериям оценки экзамена. И в результате вы можете видеть в последней колонке те оценки, которые эксперт выставил. Ну, то есть достаточно высокие на самом деле. Самые лучшие показатели были у GPT-4, это чат GPT-4 поколения. Сейчас, я знаю, есть уже GPT-5, мы с ним пока еще не работали, но я думаю, что мы скоро начнем и работу с этой моделью тоже. После дообучения дополнительного, после того, как дообучение произошло с большим количеством данных, то есть мы сначала использовали небольшое количество данных и дообучили эти модели, и они показали лучший результат, чем изначально. Мы увидели, что GPT-4 справляется лучше всех, и мы решили дообучить его еще на еще большем количестве ответов. Но это были не идеальные ответы, а ответы реальных студентов, реальных обучающихся, которые получили высокие баллы за экзамен по мнению того же самого эксперта. Это уже был достаточно большой блок ответов, и результат, который GPT-4 показал после обучения, был значительно лучше. Опять-таки мы дали оценить эти варианты эксперту, не сказав, что это не человек. И эксперт уже поставил 7,5, 8 и выше. Мы сейчас над этим работаем, потому что сейчас мы думаем, как задать параметры чату GPT так, чтобы он, собственно, мог помочь нам создавать, тексты нужного и нужной, жанровой, стилевой и предметной принадлежности. Мы пока в процессе работы над этим. Надеюсь, что в какой-то момент мы будем готовы представить результаты вот этой работы. Мы, да, пытаемся это автоматизировать. Если вам это показалось интересным, то я вас приглашаю присоединиться к нам в социальных сетях. Но самое главное в конце моего доклада я бы хотела сказать и поблагодарить людей, которые работали вместе со мной, с которыми мы командой делаем это уже не первый год. В большинстве это, конечно, энтузиасты, любители науки и участники лаборатории перевода и студенты МИСИС. Их фамилии перечислены на экране. Буду рада, если они будут знать, что я их упомянула в сегодняшней презентации. Надеюсь, вам было интересно. Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Евгения Александровна. Вопросы есть у кого-то из присутствующих или кто смотрит? Пока нет. Если можно, я спрошу. Мне кажется, нам, конечно, стоит смотреть в две стороны одновременно. Это и скорость, и качество. Нельзя говорить только о скорости или только о качестве. Наверное, это не совсем верно. И поэтому говорить о превосходном качестве, которое сегодня может сравниться, например, с профессиональным переводчиком, пожалуй, рано. Но при этом говорить о скорости уже можно. И именно поэтому мы в качестве основных параметров всегда выбираем ускорение и улучшение качества. Но с улучшением качества пока есть проблемы, а с ускорением уже проблем меньше. Это можно хотя бы доказать. В художественных переводах совершенно нормальная практика иметь 17, 15, 30 переводов одного того же художественного текста. Значит ли то, что вы делаете, что вы снимаете программу по множественности переводов? Потому что предполагается, очевидно, что машина будет создавать один-единственный вариант перевода. О, это, кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам большое за него. Спасибо. Спасибо. Очень интересный вопрос. Спасибо вам огромное. Я его себе запишу. Мы его тоже поразрабатываем. У нас вопрос от Элны Карьеровны. Она написала в чате. Ага. Схема предпереводческого анализа как появилась? Это то, что считается пассивной задачей для искусственного интеллекта сейчас? Или это считается достаточным для предпереводческого анализа? Когда мы начали над этим работать, тоже большое спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. На самом деле, когда мы начали над этим вопросом работать, мы тоже смотрели в двух направлениях. С одной стороны, мы и правда руководствовались категорией посильности, действительно, посильности чего-то для ИИ, посильности задач, которая может быть решена этими средствами. И мы тоже подумали о том, что какой тот самый набор действительно минимальных действий, то есть принцип достаточности мы тоже попытались учесть. Никто не говорит, что это какой-то идеальный, идеальная какая-то схема. Я бы даже не назвала это схемой. Это, наверное, ну вот просто какой-то набор действий, которые, наверное, 100% совершить нужно перед тем, как приступать к процессу перевода. Поэтому, да, здесь оба принципа работали. Мы думали, действительно, можно ли те или иные действия решить с помощью искусственного интеллекта, и являются ли они достаточными для того, чтобы можно было бы их считать минимальным предпереводческим анализом. То, что это не идеально, это однозначно. Тут я абсолютно точно поддерживаю. Спасибо. Мне очень интересно. Еще вопросы есть? Да, у меня похожи, спроси к этим вопросам. У вас по-другому. Я бы хотела, вы знаете, занимались первым вопросом о создании исторической стерилизации и о том, как корректно машина на этот период. Вы не могли бы, пожалуйста, повторить вопрос, кто чуть ближе стоит к динамику? Я не весь расслышала целиком вопрос. Да, а сколько корректно будет машина на этот период, а к вашему произведению, где нужно рассоздать стерилизацию? Я не готова ответить на этот вопрос. Мне кажется, мы этим даже не занимались. Это даже в поле нашего исследования пока не входило. Но вопрос очень интересный. Я его запишу. Я думаю, что это то, над чем и правда стоит подумать. Спасибо вам большое. Спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо большое, Сергей Александрович. Нам было очень интересно услышать, потому что мы такие исследования тоже делаем с нашими студентами. В частности, мы тоже используем многие классные программы. Я, например, использовала двое, интиминарных систем, слов и так далее. С целью мы изучали транспортирование материалов, не художественных как раз текстов, а информационных текстов. И с учетом разной ухои, разной национальности, соответственно, разной культуры, как этот же текст препарируется в публикациях на разных... Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пригласили. Продолжать наше сотрудничество. Спасибо. 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 Добрый день, коллеги. Я рада всех приветствовать. В первую очередь я бы хотела уточнить, хорошо ли меня слышно? Да, да. Отлично. Отлично. И я хочу запустить презентацию. Пять секунд. Видно ли презентацию? Пока нет. Да. Все видно. Так, по-моему, сейчас ее видно, да? Да. И начну. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о подготовке студентов-переводчиков. Пропала ваша презентация. Очень странно. Пять секунд. Была сначала. Пять секунд. И, возможно, у меня просто случайно нажимаются ненужные кнопки. Сейчас должно быть видно? Да. Спасибо. Если вдруг пропадет, скажите, пожалуйста. Я бы хотела сегодня поговорить о подготовке студентов к реалиям работы, потому что еще когда я работала в штате разных компаний, и я принимала студентов на практику и проводила с ними практическую работу, у меня был также опыт работы в школе. На кафедре теории и практики переводоведения в нашем Алкоградском государственном университете в качестве внешнего совместителя вела я практику письменного перевода. Мы все время сталкивались с тем, что работодатели регулярно дают обратную связь, заключающуюся в недовольстве подготовки студентов. Говорится о том, что даже те, кто прекрасно знают язык, те, кто могут переводить, не знают каких-то аспектов, которые бы помогли им максимально быстро интегрироваться в процессы работы промышленных предприятий. Весь свой опыт за более чем 12 лет, уже теперь даже побольше работы штатным переводчиком, я со временем аккумулировала в подготовке авторского курса обучения переводчиков в месте газовой отрасли. Мне, конечно же, очень помогло то, что я получила и второе высшее образование по специальности строительства морских нефтегазовых сооружений и обширнейший опыт. Потому что даже когда я работала в штате, я все равно всегда с удовольствием отвечала на запросы разных компаний и выполняла переводы не только для своей компании. Ну а теперь вот где-то с 2020 года я полностью вышла во фриланс-работу. В результате в 2022 году я присоединилась к команде школы и наставничеству проекта Pro Translation, где я веду свой курс. И все, о чем я сегодня буду говорить, основано именно на этом опыте преподавания, что мы заложили в наш образовательный курс, для чего мы это заложили и почему это так важно и какие результаты в итоге дает. Буквально вот в конце сентября я участвовала в конференции вызовы возможностей перспективы в Санкт-Петербурге, в которой была организована Ассоциация преподавателей перевода на базе университета имени Герцена. И мне посчастливилось руководить работой рабочей группы на тему преподавания профессионально ориентированного перевода, где мы с давателями говорили о том, что же нужно сделать для того, чтобы дать все-таки специализацию. Чтобы дать все-таки специализацию уже в рамках ВУЗа, потому что работодатели, конечно, не очень довольны. И самое страшное, что наши выпускники, они сталкиваются с тем, что попадая на рынок перевода, все начинают с них спрашивать опыт хотя бы от года, который приобрести не всегда возможно. Есть, безусловно, возможности и практики какой-то, но, тем не менее, даже практика, она может быть организована на предприятии самыми разными способами, и она также должна давать реальные умения и навыки, отработанные уже навыки даже решения конкретных, правде, ориентированных задач того предприятия, на которых планирует студент работать. В первую очередь важно, что курс, он основан на нашем профессиональном стандарте. Это очень важный момент, потому что, несмотря на то, что утвержден и введен в действие, он был уже два года назад, до сих пор некоторые практики и некоторые студенты не знают о его существовании. И самое страшное, ладно бы, его существование, они не понимают, что в нем написано. То есть они не видят за словами конкретные знания, навыки, умения и то, с чем они должны уже выйти из стен университета. И тут нужно отметить сложность специализированного именно перевода, да, который у нас назван профессионально ориентированным переводом. Вижу, кто говорит. Профессионально ориентированный перевод, он, безусловно, является более сложным видом, более сложной нашей трудовой функцией, поэтому, принимая переводчиков для обучения на нашем курсе, мы всегда говорим о том, что, в принципе, чтобы освоить специализацию, нужно сначала иметь уже твердо отработанные навыки выполнения предпереводческого анализа. Мы придерживаемся точки зрения, что анализ по системе Кристиан-Норд является наиболее полным и наиболее применимым к решению реальных практических задач в работе переводчика. И более того, переводчику, уже выходя из стен университета и желая углубляться в конкретную специализацию, надо уже понимать азы терминологического поиска, различать, что есть термин, что не есть термин, и понимать, как должны составить глоссарии для каких задач, потому что, конечно же, они могут быть совершенно разными. Очень важным моментом является определить в освоении специализации, какие же компетенции нужно развивать. Как правило, в первую очередь, все говорят о том, что, чтобы переводить в той же самой, допустим, любимой мной сфере нефти и газа, требуется освоить термин. Говорится о том, что нужно знать, что какие слова означают. Это, конечно, без этого нельзя. Но лексическая компетенция, она заключается не только в знании словарных значений того или иного терминга, но требуется и общая техническая подкованность. Она уже осваивается не только за счет составления глоссариев и подбора вариантов перевода тех или иных слов. В принципе, мы говорим о том, что когда мы помогаем студентам овладеть вот этими навыками поиска терминов, мы говорим и о том, что мы учим их, что нужно конкретно, практически подходить к составлению глоссария. Глоссарии могут быть разными, заточенными под разные задачи. И их нужно четко подбирать, понимать, что под термины часто маскируются не только термины, а другие лексические единицы. И это отдельная целая наука, но она должна выстраиваться в процессе решения конкретных задач. Работе с терминологией должно уделяться особенное внимание. Самый простой вопрос, который часто задают, а можно вы нам дадите какой-нибудь общий глоссарий по нефти и газу? И это достаточно смешной вопрос, потому что нефтегазовая отрасль – это целое обобщенное название комплекса промышленных предприятий, которые занимаются и добычей, и транспортировкой, и переработкой, и распространением, распределением конечных продуктов нефтепереработки. И, конечно же, здесь нельзя составить какой-то словарь или глоссарий, который будет сразу, а может сразу стать хорошим переводчиком. Потому что нужно, чтобы определить, как используется тот или иной термин, нужно понимать, что такое отрасль и как она работает в целом. И это уже та самая отраслевая компетенция, о которой мы говорим. То есть нужно знать, какие специалисты работают в этой отрасли, какие предприятия работают в этой отрасли, как они работают, какие бизнес-процессы у них, как они отлажены. Поскольку мы занимаемся освоением специализации на сразу и на родном, и на иностранном языке, мы должны понимать, как все это работает и на нашем рабочем втором языке. Чтобы и эти знания нам позволяют максимально учесть контекст перевода для решения наших задач, уже переводческих. Конечно же, отраслевую компетенцию в основном легче всего давать в виде лекции. Это такой интерактивный формат лекционных занятий, где уже основываясь на моем личном опыте работы в предприятии вертикально интегрированной компании, сейчас поясню, что это, я говорю именно, как все строится от самого начала и до определенной точки, скажем. Вот у меня курс посвящен обстрим, это процессы нефтегазовой отрасли, которые связаны с поиском, разведкой месторождения нефти и газа, и заканчивается на пункте передачи нефти в трубопроводные системы для транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы. То есть это очень обширная тема, но тем не менее, то есть можно изучить, что зачем следует и почему, где в этих местах самый важный момент, где в этих бизнес-процессах будет место переводчика. Все это должно основываться, безусловно, на, во-первых, каком-то реальном практическом опыте. Мы никогда не читаем лекции о том, что такое нефтегаз, что такое, из чего состоит буровая вышка или буровая колонна. Мы можем подсказать студенту о том, где эту информацию можно взять, но почитать лекции о том, допустим, или уложить в курс образования студента-переводчика всю информацию, которую преподают инженеру нефтегазовому в течение первых четырех лет обучения в бакалавриате, это бессмысленно, это все не уложится, но можно говорить о том, как это будет работать применительно к конкретному студенту, к конкретному переводчику, прошу прощения. Почему так важен именно опыт работы в вертикально интегрированной компании? Это такое не очень уникальное в мировом масштабе, но явно наше российское образование, это компания нефтегазовая, промышленная компания, которая занимается вообще полностью всем циклом разработки и нефтепродуктов, начиная от добычи полезных ископаемых и продолжая их какой-то подготовкой транспортировки, потом переработки и производства конечных нефтепродуктов. У нас таких компаний буквально несколько, но все они включают какие-то более мелкие компании-зубподрядчики. И именно когда мы говорим про отрасль, когда мы рассказываем о том, как функционирует нефтегазовая отрасль в России, какая тут роль государства, потому что без государства в нашей отрасли никак нельзя. Это все помогает переводчику более грамотно выстроить переводческий процесс, провести предпереводческий анализ и выработать стратегию перевода того или иного документа. И еще одна компетенция, которая очень важна при освоении специализации, это дискурсивная. Потому что очень часто редакторы могут предъявлять такие претензии к переводчику, что так не говорят или так не пишут инженеры. Просто использовать словарные значения, пусть даже правильно подобранные в тексте перевода, недостаточно. У инженеров есть свой собственный профессиональный язык, заслуживающий внимания и исследования. И для того, чтобы это освоить, требуется разделить все эти тексты, которые живут и присутствуют в нашей специализации, по разным типам и научиться именно их анализировать и переводить. Поэтому на этом этапе мы уже переходим к практической части курса освоения специализации. Таким образом, весь курс строится на интерактивных лицовных занятиях и выполнении перевода. Это уже практика, которая, безусловно, связана. Курс должен выстраиваться таким образом, чтобы практика была связана с тем, с тем, что она начитана в лекционном блоке, но при этом решать еще и задачу овладения навыками перевода тех или иных текстов. Немножко хотела бы прояснить, что же мы включаем в отраслевые аспекты. Как я уже говорила, это, да, конечно же, нефтегазовая отрасль, как она функционирует во всем мире, какова роль государства и какие у нас есть бизнес-процессы предприятий. Потому что важно понимать, что нефтегазовое предприятие, любое промышленное предприятие, в принципе, оно неоднородно. Да, конечно же, есть ядро производственное, какие-то отделы или подразделения компании, но они не единственные, кто существует и требует участия переводчиков в своих процессах. У нас есть так называемые обслуживающие отделы, которые тоже выстраивают все бизнес-процессы. И понимание переводчикам, во-первых, в целом функционирование всех бизнес-процессов компании и своего места в этих бизнес-процессах – это весомая доля успеха в выполнении своих переводческих задач. Потому что в силу разных причин часто у нас переводчики преисполнены, назовем это, такой важности собственной деятельности и считают, что весь процесс, все работы крутятся буквально чуть ли не вокруг них. И это превратное представление, когда попадаешь на реальное предприятие промышленное, которое занимается реальным делом, что-то строит, что-то дурывает, что-то производит. Становится понятно, что наша деятельность, она поддерживающая, безусловно, очень важная для развития компании, для позиционирования компании на мировом рынке. Но, тем не менее, рушить бизнес-процессы переводчику ни в коем случае нельзя. И невозможно сохранить то, о чем не имеешь невалейшего представления. То есть обычно, когда специализация приобретается по наитию, она, переводчик попадает на предприятие и начинает прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг него. В рамках подготовки студентов можно заранее изложить и показать студенту о том, каковы же эти компании, как они работают, что в них есть и где тут могут быть переводы. Дополнительными отраслевыми аспектами являются и всякие внешние процессы, которые буквально пронизывают все промышленные отрасли нашей страны. То есть это климатическая повестка, в которой обязательно нужно разбираться, если мы входим в какую-либо специализацию. Климатическую повестку можно преподавать и с точки зрения теории, рассказывая на лекции о том, что же происходит сейчас в этой теме и откуда вообще ноги растут у всех современных тенденций. И объясняя студентам, почему так важно разбираться в том, какие законы принимаются в мировом сообществе, в нашей стране, и как это все будет сказываться на работе конкретных предприятий. И можно осваивать отраслевые аспекты также в процессе перевода конкретных текстов по этой тематике. Стандартизация и гармонизация международных стандартов России еще одна сфера, которая пронизывает буквально все наши предприятия. И тендеры и конкурсы, и работа с тендерной документацией. Это пример таких вот аспектов, которые необходимо дать студенту для того, чтобы он максимально быстро интегрировался в работу того или иного промышленного предприятия. Но на примере нефтегазового отрасли, поскольку уж это так близко мне. Практические аспекты работы переводчика обязательно даются частично в виде лекции, частично в виде решения практических задач. Нельзя не рассказать студенту о том, какова же специфика документа оборота на предприятии. Возможно, это не чисто переводческая задача, но это тот аспект, в который может студент не встроиться. Как пример приведу, у меня на курсе... Очень часто приходят на курс уже практикующие профессионалы, которые уже работают на предприятиях. И вот для них эта проблема не представляет. Они, как правило, на лекции по документу обороту понимают вообще буквально каждое мое слово и понимают, зачем я это в целом им объясняю. Когда же приходят студенты, с ними становится сложнее. Люди, которые не побывали на предприятии и не пощупали буквально руками, условно говоря, конечно, но тем не менее не прочувствовали, что такое документ оборот, какие системы бывают, как они функционируют, для чего они существуют, им приходится объяснять даже какие-то простейшие действия. Поэтому это тот самый аспект, о котором можно заранее рассказать еще студенту, чтобы это не стало таким большим открытием или откровением для него, когда он начинает свою работу. Не все студенты понимают, что нефтегазовая тематика – это не только какие-то конкретные процессы добычи или извлечения углеводородов из земли, предположим. Очень большое количество документаций, которые попадают на перевод, связано с другими сферами деятельности. Это частично связано с отраслевыми аспектами, то, о чем я говорила чуть ранее. Есть ядро компании, а есть бухгалтерия, юриспруденция, есть логистические вопросы, есть охрана труда та же самая. Все эти процессы обязательно присутствуют в работе любой компании. Эти тексты, как правило, в разы легче с точки зрения именно специализации, чем любые другие тексты, именно в описании технологий, например. Но с них можно начинать заходить в специализацию. Потому что конструкторская документация – это да, это очень такой объемный пласт работы и специализации, которую нужно осваивать. И более того, я могу сказать, что его невозможно освоить полностью. То есть если можно научиться переводить стандартный договор, достаточно быстро можно научить, то переводить конструкторскую документацию, еще и оформлять ее в соответствии с разными системами, и с зарубежными, и с российскими – это уже более обширная задача. И когда мы готовим студентов, можно максимально приблизить их к решению более сложных задач, научив их выполнять сначала перевод текстов в смежных тематиках. Ну и, конечно же, на практике обязательно должна осваиваться так называемая терминология, то, что не исчерпывает специализацию, но является весомой частью работы профессионально ориентированного переводчика. Когда мы говорим о том, что мы хотим готовить студентов к реалиям работы, мы должны сейчас понимать, что на промышленных предприятиях один переводчик в поле не воин. И, да, есть компании, где будет один единственный переводчик, и больше им не надо, но это всего лишь будет означать, что компании не очень крупные и не очень быстро и не очень экспансивно развиваются на международный рынок. Но в целом, когда мы говорим про перевод крупных блоков информации, когда мы говорим про перевод даже проектной документации, здесь уже один переводчик может выполнить большой объем, но, как правило, скорости и сроки выполнения таких переводов максимально сжатые. Поэтому в современном переводчике не может работать, не освоив хотя бы одно средство авторитизации письменного перевода. Я сейчас говорю не про машинный перевод, конечно же, а про самые разные наши кеттулс, кошки так называемые. А лучше бы им не только один и понимать разницу между ними и понимать практическую применимость к конкретным задачам. Точно так же студенту, когда мы объясняем, что такое документооборот, нужно показать, в каких программах этот документооборот ведется. И на промышленных предприятиях нельзя не говорить о переводе чертежей. Все чертежи практически у нас строятся в формате ДВГ. Сейчас это не только автокад. Автокад мы сейчас пока не можем использовать, но уже появились многочисленные российские программы-аналоги. Это и BricsCAD, и ДВГ-дроер. Они абсолютно все строятся по одному и тому же принципу, как наши кошки. То есть освоив хотя бы одну программу промышленного проектирования или хотя бы понимая, где что находится в этой программе, вот это уже очень сложный аспект подготовки. И этот технический аспект подразумевает достаточно продвинутый способ, уровень владения компьютером, понимания, как, что, куда установить, какие плагины поставить для того, чтобы начать выполнять работу уже переводчиком. Но тем не менее, то есть если вузы могут позволить себе либо пригласить специалиста, который покажет это хотя бы в каком-то демонстрационном варианте, да, а еще лучше дать попробовать студентам решить конкретную задачу, как, к примеру, перевести какой-то конкретный чертеж, пусть даже небольшой. Это уже будет то знание, которое в разы повысит спрос на нашего студента на промышленных предприятиях. Я бы хотела остановиться отдельно на том, что есть некоторые очень важные вопросы. Частично мы их поднимали, когда говорили с представителями академической среды на моем, в моей рабочей группе в Санкт-Петербурге, то есть мы говорили о том, что не всегда преподаватель обладает нужной компетенцией или специализацией для того, чтобы приобрести какие-то, чтобы передать студенту какие-то навыки и научить, да, то есть не все обладают, скажем, маленьким опытом, да, не всегда преподаватель может иметь такую обширную практику, потому что мы все живем в условиях ограниченного времени. Но я хочу сказать, что мы учим студентов, потому что переводчик должен всегда учиться. И я всегда задаю этот вопрос, а только ли переводчик-студент учится или переводчик-практик. Преподаватель-переводчик тоже должен всегда учиться. И один из способов начать наших студентов учить с чему-то, это освоить самостоятельно эту специализацию. При этом нужно всегда помнить эту истину о том, что я знаю, что я ничего не знаю. То есть ко всему полностью подготовиться заранее нельзя. Но научить студента выполнять конкретные практические задачи, получив текст, проанализировать его, провести его предпереводческий анализ, понять, как он создавался, для чего он создавался, какие задачи он решал, и какие задачи будет решать этот перевод, и как он должен будет функционировать этот перевод в рамках выполнения конкретных бизнес-задач предприятия, промышленного предприятия. Вот этому процессу можно научить. Безусловно, любая область знаний, будь то геология, будь то проектирование, будь то наше переводоведение, она всегда развивается. И мы не можем не держать руку на пульсе, и в этом нам помогают вести современные достижения науки и техники. Условно говоря, мы можем пользоваться опытом не только своим, но и опытом наших коллег, опытом наших выпускников, опытом наших практиков. В журнале Pro Translation составлен Ultimate Guide, так называемый, да, по разным переводческим сообществам, блогам, чатам, в разных соцсетях. Здесь этим ресурсом можно пользоваться максимально, максимально разнообразно. Можно находить там специалистов, которых резонно пригласить в ВУЗ для проведения мастер-классов или каких-либо мероприятий. Можно научиться самостоятельно каким-то, да, или найти для себя практиков, которые помогут при построении каких-то реальных задач. Можно найти людей, которые захотят поделиться своим опытом со студентами. Здесь вариаций очень много, но самое главное, что без использования все ранее изученное всегда очень быстро забывается, поэтому помимо того, чтобы читать лекции, очень важно интегрировать решение конкретных задач. А вот как понять, какие задачи нужны реальным предприятиям, это уже задачи наши, наша преподавательская задача. Нужно идти на эти предприятия, нужно с ними связываться, нужно с ними говорить и наблюдать, и спрашивать, что конкретно делают у вас переводчики, почему это так строится. Эта информация не всегда, конечно же, есть в открытом доступе, то есть это очень сложно забить в Google, но найти каналы, через которые информацию можно получить, это, безусловно, очень важно и очень полезно при построении хотя бы мини-курсов каких-то, которые дадут специализацию и тем самым повысят спрос наших студентов в глазах работодателей и приблизит их к реальным практическим задачам. Курс мой по переводу проводился уже, и вот все эти задачи, которые я сегодня вам описываю, они легли в основу курса. Он ведется где-то в среднем занимает 3 месяца, где каждую неделю выдается одна лекционная порция информации, да, и выполняется какая-то практическая задача. С текстами, с документами переводятся гайдлайны, конструкторская документация, часть стандартов, допустим, и какие-то возможные даже типовые документы нефтегазовой отрасли. И таким образом вот эти все аспекты, они уже были, и такой подход, он уже был опробирован, и я считаю, что он очень успешно решает задачу освоения специализации. У нас есть прекрасные отзывы и прекрасные результаты. То есть одна из наших студенток пришла, надо сказать, она к нам достаточно слабо подготовленная к реальной работе, но ей было тяжелее, чем, допустим, тем же практикующим переводчикам, которые пришли чисто за специализацией, но тем не менее, то есть ее усилия не пропали даром, она уже сейчас работает конкретно мельтегазовым переводчиком в одном крупном мастерном переводе в Российской Федерации, что не может не радовать. Что ж, на этом я бы хотела сейчас посмотреть, не возникли ли у вас какие-то вопросы. подскажите, пожалуйста. Какие-то вопросы, какие-то, возможно, Я думаю, что... Спасибо большое, Галина Александровна. Вопросы есть. Понимаете, Аллан, вопрос. Как и с любой компетенции, во время обучения в УЗИ он чистит теоретически. Один студент заранее не может знать, в какой области он будет работать, где он найдет работу. Поэтому у нас всегда этот вопрос обсуждается, потому что, естественно, ребята хотят заранее подготовиться. Ну, кроме того совета, что подумайте, где бы вам было комфортно работать. Вы берите для себя, скажем, одну-две предметных областей, которых вы заранее можете что-то готовить, мы не можем дать. Поэтому вот как вы решите эту проблему? Потому что сказать человеку, что он, пройдя наш курс, точно будет устроен пехотчиком, если газа выполнить или медицину, мы не можем. Я хочу ответить таким образом. Я, в принципе, являюсь человеком, который свою специализацию приобрел, ну, скажем так, случайно. И, как правило, специализация на нынешний момент приобретается случайно. Выпускник, попадая на рынок труда, примерно осматривается, и куда попал, туда и попал. И там и начинает. И бывают случаи, конечно же, когда человек, попадая в какое-нибудь промышленное предприятие, понимает, что технический перевод не его совсем, и начинает искать дальше. Но, тем не менее, достаточно часто это решается волей случая. Этот процесс можно взять под контроль. Я в этом абсолютно уверена. Во-первых, это может решаться как со стороны самого студента, определить, к чему есть склонность, какие предметы, помимо иностранного языка, в школе заставляли сердечко биться быстрее, к примеру. И тут вариаций может быть масса, начиная от того, что, может быть, здесь у студента потомственная семья врачей, а вот он решил или она решили стать переводчиком. И почему бы тогда не специализироваться в медицинском переводе, как пример исключительно. Или определиться хотя бы чисто для себя самостоятельно. ВУЗ может дать тоже объемность в этом вопросе. И подходить к этому можно системно. Я считаю, что здесь обязательно должен применяться принцип изучения региональных специфики. Я родилась, живу и продолжаю работать в Волгограде. У нас очень сильная нефтегазовая сфера. Было много, сейчас поменьше, но было, по крайней мере, когда выпускалось много нефтегазовых предприятий. Предположить, что может потребоваться тегазовая тематика, можно. И обратиться к предприятиям, уже работающим, и к тем же своим выпускникам, которые работают на этих предприятиях, конечно же, можно. Металлургический завод. То есть можно держать связь со всеми крупнейшими предприятиями именно региона. Я знаю, что, допустим, в том же, в Томске очень сильна IT-сфера. Или в Йошкар-Оле, да, тоже IT-сфера очень сильная. Соответственно, можно подобрать и дать азы специализации хотя бы в этих сферах, которые функционируют здесь. И еще один, несколько неочевидный способ определения специализации мы в Петербурге обсуждали с преподавателями вузов. Это можно пользоваться, скажем так, текущей повесткой. Если мы будем отслеживать, какие же задачи у нас сейчас перед нами ставят наши правительства в области промышленности, в области развития международных связей, то уже можно будет даже привлекать, возможно, какие-то гранты для того, чтобы сделать этот процесс более гладкий. То есть, если мы получим грант от государства под решение какой-то конкретной государственной задачи, то можно будет и привлекать на возмездной основе практикующих специалистов, так чтобы им это тоже было интересно, и чтобы этот процесс был максимально полезен и для преподавателей в том числе, и для студентов, которые захотят освоить ту или иную специализацию. Спасибо. Ну, у нас несколько другая ситуация, поскольку у нас Петербург, поэтому у нас промышленность самая разнообразная, и поэтому ситуация намного сложнее складывается в этом вопросе. Кроме того, вопрос здесь еще встает, работаем с группой, а мы же работаем с группами. Даже если в одной и той же группе студенты захотят специализироваться, кто-то в металлургии, кто-то в медицине, кто-то в музыкологии и так далее, ну, это не организовать. Поэтому здесь, то есть, в чем, это лично мое мнение, в чем мы, конечно, с вами абсолютно согласны, это необходимо давать компенсации, связанные с сознанием стандартов, и мы уже берем этот преподавание, у нас студенты это все получают и работают не только с профессиональными переводческими стандартами, они работают с медленными стандартами, чтобы понимать, что мы работаем с профессионально ориентированным переводом, прежде всего, вот с термами определения, в любом, они знакомы с ЕСКД, они знают себе, они знают основные системы стандартов, к выходу, конечно, постепенно все это уходится, они работают на окошках, то есть, это вот мы все делаем, но вот проблема от послевой компетенции, это, конечно, больной вопрос. Это точно. Ну, я согласна, что когда есть большой выбор, и когда есть, скажем так, бессмысленно преподавать в группе только медицинский перевод и не преподавать ничего остального, но я считаю, что можно выделять какие-то закономерности, скажем так, да, то есть, ну, допустим, выстраивание логистических цепочек – это тот бизнес-процесс, который присутствует в любом предприятии, будь то медицинское предприятие, будь то IT-компания или какой-то завод, и можно организовывать решение практических переводческих задач с учетом какой-то квазиучебной ситуации. Допустим, я сейчас чисто из головы беру то, что, допустим, я могла бы создать на базе тендера. То есть можно рассмотреть тендерную документацию, ее особенности для разных предприятий, для разных отраслей. Металлургия, что еще может быть у нас? Строительство какое-то или какое-то предприятие легкой промышленности, или производство медицинских препаратов. Там же тоже огромный пласт. И научив студентов справляться с этими задачами, с задачей, допустим, перевода тендерной документации, это один аспект. Или каких-то еще дополнительных типов документов. И те же типовые документы. Согласно нашему профстандарту, выпускник обязан уметь переводить документы по шаблонам. И научив хотя бы это, и экстраполировать эти навыки на какие-то еще типы документов, этому мы научить можем. Спасибо. Да. Интересно. Еще есть у кого-то вопросы? Появились? Спасибо большое, Елена Александровна. Спасибо за внимание. Спасибо. До встречи. И у нас сейчас большая радость, у нас докладчик с нами. Сергей Владимирович, мы вас приглашаем. Сергей Владимирович Васильев. Профессиональный, да, военный переводчик. Пожалуйста, мы его поднимем. Слушайте. Но Сергей Владимирович еще и работает в Ассоциации дополнительного профессионального образования. Он директор Ассоциации языковых школ. Рабочие языки, я правильно поняла, у вас английский, испанский, французский? Да. Французский, да, исключительно в театре. Но разговор у нас пойдет в особенностях обучения военному переводу. Молодые люди на воскресенье учат. Добрый день, уважаемые коллеги. Do you read me clear and precise? That's right. Прежде всего, я хочу выразить слова благодарности за возможность вновь вернуться в университетскую среду и за возможность послушать, пообщаться, поспорить, ну и обменяться, естественно, мнением и приобрести определенный какой-то опыт. Я не смотрю здесь все каноны при оформлении своей презентации. Коллеги мне уже подсказали, нужно было здесь вот это сделать. И еще одна интересная штука. Выступающие коллеги представляли себе. If you want to buy myself, just wear a short story. If you don't mind. Я закончил военный институт, Министерство обороны, тогда он назывался краснознаменный военный институт, Министерство обороны Союза Советских Социалистических Республик. Я говорю это совершенно с гордостью. В 87-м году это был факультет западных языков. Тогда в институте было 7 факультетов. Сейчас мы являемся частью, я себя ассоциирую с университетом, Министерства обороны, где собрана, по сути дела, вся интеллигенция вооруженных сил стран. Мне предложили учить испанский язык и второй был язык французский. Мы не выбирали, нам сказали, мы начали учить. Как я пришел к профессии военного перевозчика, скажу вам, это было, наверное, проведение, потому что до 9 класса я хотел быть врачом, детским хирургом. Ну, а вот так получилось, что я улегся иностранным языком, языком республики, в которой я жил, русским языком. Историей дальше было обществоведение, и меня потянуло на иностранные языки. К тому же, в то время это был другой мир, это была другая страна, другие ценности, и мне импонировали такие люди, как Фидель Кастро, Даниэль Ортега, это президент нынешний, тогда он тоже был президентом, в те далекие годы в республике Никарагуа. Кстати, вы знаете, что мисс Вселенная сейчас избрали представительницу из Никарагуа. Тоже важная деталь. Далее, влекла романтика и возможность поездить по миру, посмотреть страну, за счет государства, и получить хорошее образование в военном институте в городе-герое Москва. That's enough? Enough. Okay. So, now we feel well, if you don't mind, I'll be back to liberty is of interpretation, military interpretation, and you feel the difference between interpretation and translation. Is that correct? Am I right? Or it's the same? They're different. Please, Роман Анатольевич, пожалуйста. Я хотел в своей презентации рассмотреть вопросы, касающиеся лингвистического обеспечения военной деятельности, аспекты подготовки и профессиональной деятельности военного переводчика. И сразу же давайте определимся, что такое языковая подготовка. Предыдущий оратор рассказал о том, что переводческая профессия, обслуживающая нефтегазовую промышленность, имеет определенные особенности. Мы почти близнецы-братья. Они работают на нефтянке, как ее называют, мы работаем на военке. Итак, в вузах осуществляется подготовка специалистов-переводчиков, которые имеют возможность обучать ту или иную специальность глубоко, шире и так далее, и так далее. Ну, соответственно, военные переводчики занимаются военным делом, политологи, политика, экономисты-экономика, юристы-правовое и работники искусства. Они посвящают свои часы жизни области культуры. Можно сказать, что такая специализация позволяет обучающимся обладать базовыми компетенциями по данной специальности и получить лингвистическую подготовку. После этого, когда они сдадут государственные экзамены, получат свой диплом, они, как надеются их тьютеры, преподаватели, будут успешно работать в избранной ими отрасли в своей профессиональной деятельности. Пожалуйста, следующее. Хочу обратить ваше внимание, что мы изучаем и мы обучаем на факультет общему языку general, general language, и уже третий, четвертый курсы осуществляется специализация. То есть, таким образом, мы построим фундамент basement future, perfect specialist expert, we are giving the special unique knowledge to this person. Я бы назвал это language for special purposes. программа преподавания языка объединивается соответственно с программами, которые преподаются студентам и они как бы перекрывают overlaping, происходит matching and overlaping. Закрывая специализация позволяет изучить и использовать основную криминологию профессии. Снование, про которое говорила Галина Александровна в предыдущей презентации. Создавление кезаос и таким образом мы накачиваем нашего студента этими знаниями. Ведение головой переписки по специальности абсолютно верно было сказано, что для того, чтобы удачно работать в профессии, нужно знать, каким образом осуществляется коммуникация. Вербальная, невербальная реписка. Следующее. Надо научиться о реферировании и анонсировании проживных текстов. Очень сложная невкусная специальность, но без нее никак. Без нее никак. Выполнение специализированного перехода на иностранных языках. Роман Анатолий Павлов Саша. Теперь смотрите. Возникает вопрос. Нужен ли вообще переводчик? Допустим, была такая ситуация, когда два врача встретились. Переводчик стоит здесь, врачи посмотрели, и все. И все стало ясно. Была ситуация, когда в течение нескольких месяцев я работал в госпитале, и на мне был терапевт стационара, терапевт полипленики, инфекционист, психиатр, стоматологический кабинет, физиотерапевтический кабинет, и через трое суток мы ходили на дежурство. У нас было четверо переводчиков, это было на границе с Гондуразом, нас хотели два раза взорвать, но местные сказали, не надо взорвать, потому что вы учиться будете у нас тоже бесплатно. Я вам скажу откровенно, что первые три месяца вот эти вот семь специалистов, это был ужас, просто ужас. Мы работали с восьми до двенадцати дня, почему? Потому что было очень жарко, 47-48 градусов, и влажность 98%, до океана 20 километров. То есть высидеть в этих комурках было просто невозможно. это про врачей, которые поняли друг друг. Следующий вопрос, который мы должны задать себе. Достаточно ли знать один язык и другой язык для того, чтобы быть успешным переводчиком? Нет. Переводу нужно учиться. Нужно ознакомиться со всеми этими ходами для того, чтобы успешно перевести. Перевод это профессиональная деятельность и это не только подстановка слов одного языка в модель другого. Это передача смысла, выраженного на одном языке, средств другого языка. похвастаюсь. Во время одной из командиров в Венесуэл был на прощание, небольшой товарищеский ужин. Я вам честно скажу, я чуть не прослезился. Он говорит, дядечка, с которым я работал, он говорит, Сергей, я с многими переводчиками работаю. Я рад, мне поэтому трудно было под вас подстроиться. Он говорит, ну ты знаешь, я первый раз увидел, когда передают на переводе интонацию. То есть настоящий переводчик должен быть кем? Актером. Он должен вжиться вот в этот образ, и у вас должно быть такое состояние души на переводе, чтобы люди, которые говорят между собой, у них создалось такое впечатление, что они говорят на одном языке. Если я тормозил на 5-6 секунд, это только правило шутаж, нужно было перевести шутку, но ее нужно было перевести так, чтобы все ржали и смеялись так, давайте посмеемся, как в том китайском анекдоте. Или же нужно было найти какой-то термин, который как раз этот пазл и он встал на свое место. Несколько примеров. Бедаль. Что это такое? Бедаль. Я помогаю углубленная дискуссия, разговор, мы грузницы сейчас, мы ныряем вперед, мы здесь. Так что внутренний язык какой-то, допустим, в палате общем так говорят, или допустим, у меня мама так говорит дома, Сережа, у нас не шарфик, когда пойдешь на улицу. Нормально? Нормально. Павла Кейлс, люди пришли и начали плакать, да, ничего подобного, просто эмоции, которые люди выражают на улице, они приобрели огромный массовый масштаб. А вот еще одна интересная штука, богатый русский язык. Сейчас я буду защищать те, кто знает родной язык, и те, кто учит другому языку. Скажите мне, пожалуйста, как носитель иностранной инфекции вас научат на английском языке переводить слово кусать? закуси, укуси, надкуси, вкуси, перескуси, искуси, фразовый наград. Не работает. Или русская фраза. Тогда я просто с вами наточу, да нет, наверное. Ну, как здесь? Следующее, я получал ваши письма. Мы используем конструкцию письма. I used to receive your letters. Я получил письмо вчера. I received your letters yesterday. Игра одно слово. Получал, получил. Совершенно разные ситуации. Следующее, мы переходим в специальность, про которую я хотел сегодня вам сказать. военный перевод. Оказывается, это вид деятельности и это учебная дисциплина. Почему вид деятельности? Это перевод, который обслуживает военное дело. Как говорил дедушка Ленин, учиться военному делу настоящим образом. Всего своей специфии. Военное дело занимает определенную нишу в океане знания. Вот как нефтяная промышленность, газовая, как медицина, вот точно так же и военная занимает важное значение. Особенно сейчас. И хочу вам сказать, с болью в душе наш институт резали три раза. Когда приходили другие события, нас разгоняли, потом нас опять собирали. И вот сейчас нас опять собирали. Почему? Потому что не хватает вузов, где готовят военных переводчиков. Ради бога, мы посмотрели в интернете. Где нужны военные переводчики? 26 городов Российской Федерации нуждаются военных переводчиков. Где готовили раньше военных переводчиков? Москва, в ней военный институт, лингвистический университет, нынешний Тореза, потом еще на военных кафедрах, я уверен, три-четыре вуза, МВТУ в имени Баумана, МИФИ, МИСИ, МАИ, и так далее, и так далее. И потом добавили сюда, было 15 республик, одну нужно забрать, Москва, остается 14. В каждом университете республики готовили военных переводчиков. В каждом. В Киеве готовили военный университет Шевченко и еще был институт. В Нижнем Новгороде прекрасный выпуск. В Минске это просто ребята, с которыми я работал, которые закончили гражданское учебное заведение, получили лейтенанта и стали служить вооруженные силы. Вывод. Военный перевод является основой лингвистического сопровождения, я не побоюсь этого громкого международной военной деятельности Российской Федерации. Далее несколько слов о военной деятельности. Это разновидные социально-политические деятельности и в нее воплечены военнослужащие вооруженные силы, другие государственные силовые структуры, представители органов безопасности, государственные власти, работники предприятия и учреждения заняты в создании в течение боевой техники и вооружения и преподаватели военного перевода гражданских учебных заведений военных комитетов. Студенты, будущие лица, субъектами естественно являются все организации, которые заняты в этом процессе. Теперь посмотрим на правую сторону учебной дисциплины. Военный перевод вид специального перевода, так же как медицинский, так же как интернетика, IT и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Он имеет выраженную коммуникативную функцию. Я вам приведу примеры, посмотрим, что это такое. Объектом военного перевода является военная речь, которая представлена военных положительных материалов, это мемуары, военная публицистика, журналы, литература, военно-поемические материалы, политические решения руководящих органов государства, военные органы, дальше акты военного управления, уставы, наставления, руководства и так далее, и так далее, и так далее, которые определяют военную деятельность государства. военные организации ускоряют вооруженные силы, военно-политические государственные учреждения, комплекс ВПК, вот где будут работать безработные военные переводчики, то есть, когда они получили право на пенсию, а пенсию в армии зря не дают, вы это понимаете, они идут работать в переводческих компаний, специализирующиеся на обслуживании военно-промышленного комплекса. Кстати, с 2015 года в Москве в парке Патриот проводится выставка армии. Шикарная выставка, просто потрясающая. В этом году в этой выставке приняли участие 96 оборонных предприятий. Как говорил великий, надо вытащить сначала оборонку, а потом мы вытащим всю страну. Обезвлечение боевых действий. Ну, про это я вам скажу очень просто. В советское время 22 государства строили социализм. И, естественно, мы оказывали им военно-техническую помощь. Простая цифра, я думаю, что я не открою военную тайну, объем помощи Кубе составлял 1 миллион долларов в сутки. Вот почему у нас не было сгущенного молока в том время. Это дорогой удалось мне. Боевые действия обеспечиваются на оперативном боевом уровне. Морально-психологическое обеспечение в наше время имеет огромное значение. Но, слава Богу, в образовательную сферу мы возвращаем воспитательную функцию. События недавние. Я не хочу никого обижать. Как говорит Владимир Владимирович, у каждого из нас есть своя точка зрения, которую мы высказываем через голову. Но голова должна думать, что ты говоришь. Понимаете? Это он на культурном форуме сказал, посмотри, в Петербург, да, в Гитлебурге, было взглядом. Дальше, гемиссия обеспечения. Нужно знать боевую технику и вооружение. Головое обеспечение. Нужно знать, что оно включается. Вещевое имущество, медицинское имущество. Для того, чтобы поесть, во что-то одеться, чем-то стрелять, чем-то машинку заправлять. Вот это все связано с обеспечением. Дальше, учебные дисциплины. мы изучаем материалы, которые характеризуются жадостью и сукостью предложения. Я покажу дальше слайд. Дальше, отсутствие образности и эмоциональность, строго непориентированное употребление глагольных форм оборотов, клишированная лексика. В части, касающейся данное распоряжение, определяет порядок прохождения службы, там-та-там-та-там-та-там. Последние вещи надо просто зазугрить. Дальше, высокая насыщенность, терминология, аббревиатура, сокращение, использование в узнанечии военного жаргона слэнга. Я тоже вам покажу это все такое. Широко использование идиотом и предельно точное, ясное изложение материала. Военные белорияты. Я вам приказываю туда-туда-туда-туда-туда поступаю. Господин Ильич, ты видел приказ, да? Потому что когда не дай Бог что-то случится, я прокурору ваши слова не покажу. А в нашем институте еще есть ребята военно-эрглической академии. Мы с ними постоянно вот, они считают нас дежурными, ну ладно, мы с ними с этим дружим, потому что вы знаете всякое дело. Дальше. Пример первый. Вот вам конкретный кусочек из боевого приказа. Я попытаюсь его перевести. Компатолога, боевой приказ. Второй пункт. Тридцатая пехотная дивизия девятнадцатого армейского корпуса полевой армии переходит к наступлению в восемь часов двадцать шестого февраля две тысячи двадцать третьего года и обладевает объектом H. Используется алфавит Alpha, Bravo, Delta, Charlie, это будет hotel. hotel. Hotel, не hotel, как по-английски hotel, California. Я не знаю, что я повторял слово hotel, пенсорас. Как я не знаю, что я научился. Hotel, мотел. Второй бригады. Тридцатая пехотная дивизия через полосу наступления стол второй пехотной дивизии двигается в направлении пункта Vakery от Hartford и продолжаем наступление на сеть. Вот что написано в этих двумя строчек. Дальше. Кос. Chief of Staff. Как правило, Chief of Staff так называют супругу дома, семья. Моя Chief of Staff, she has decided to. Начальник штаба. Дальше. Фиба. Оказывается, передний край обороны, как сейчас ребята говорят словом, передок. Мы на передке. Не на машине на передке, а на капоте, на воюте. GI стандартный термин, который использовался еще с огненной холодной воды. Казенный человек. То есть человек, которого одевает государство, казна. GI Garvin H. His Majesty, мы недавно поменяли, вы в курсе, да? Про королеву, да? Раньше была Каза Majesty, военный корабль королевских военно-морских сил в Великобритании. Humvee, Humvee, очень популярная машина в России. Humvee, битва, броди, автомобиль повышенной проходимости в армии США. LDC, lieutenant colonel, lieutenant colonel, британский lieutenant colonel, американский порядок. ROS, reserve officers training corps, программа подготовки офицеров запасов. Очень классная штука, которая используется в walkie-talkie. Что такое walkie-talkie? Это радиостанция I'm walking and I'm talking. Поэтому называют на странице walkie-talkie. ROGER вас понял прием, когда работает в режиме simplex или duplex. И, наконец, последняя фраза, когда мы все говорили, враг будет разбит, победа будет за нами, will love. Это означает, задача, понятно, будет выполнена конец связи. Нет вопросов? Дальше. Слэн. A, A, all Americans, это ошибка 82-й ворочной дистанционной дивизии армии США, которая всегда рейнджеры у них ударила оттуда. Погоняла у них, кстати, как бы погоняла у них? Погоняла у них? This is погоняла after this man. Ну, как будет? Nickname. Nickname. Вот и все. Дальше. Alcoholics Anonyms. 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 Анонимный аналоговик. Две буквы AA у них расшифровываются такие моменты. Cadillac оказывается как название тяжелейшего танка Абрамс, который сейчас груздит в украинском Черноземье. Горят за него душу. Не рассказывали парни, которые работали в Ираке, потом в Иране, и рассказывали, как они горят. Ух ты! Ух ты! Дальше. Camel Corps. Не Корпс, не Гири Булати. Корпс это кто? Это ж Мур. Тот-то умер. Тот-то не знает уже. Camel Corps. Приход армии США. Дальше. Чопок. Гертушка. Бывает известный из афганской нашей эпопеи. Railman. У капитана здесь вот на машинках у него здесь рельсы, поэтому его называют «жезлодорожник». Railman. Quarry. Враг, противник, добыча, расследуемый зверь. Еще один пример. Веревод. Предложение из американского военного документа. Security is always necessary when a woman at the hall or a common. Наши предлагают безопасность, необходима всегда, когда при движении, на педилаке, во время остановки, так и в бою. Военные говорят, парни, нужно немножечко по-другому перевести, потому что нужно соблюсти язык боевого устала. И это будет звучать так. Боевое обеспеченное поиск осуществляется непрерывно. Как будет двое точек по-мысле? Callum. Callum. Точка с запятой. Распециальный знак. Тире. Дефис. Это все нужно знать. Почему? Ну, нарисуйте там вот или вот, допустим, многоточек. как бы три доза, согласен, три доза, можно реаленситься сказать. При передвижении нам воевали в бою. Теперь несколько вопросов, касающихся аспектов, изучаемого военного перевода. Моя коллега упомянула практические аспекты, я предлагаю смысл, теоретического аспекта. Я в начале своего взау не сказал, что нужна специальная подготовка. Но это специальная подготовка. Она садится на какие-то базовые знания. Вот они. Стиристика русского языка, история иностранного языка, георетическая фонаритика. Это все он учил во всех лингвистических вузах. И когда они имеют этот хороший динамент, пожалуйста, стройте себе каркасный дом или с рук пожалуйста вы добавляете уставы вооруженных сил. Потому что с них нужно здесь подойти и так далее. Стратегия, оперативное искусство и так же учат 5 лет военные перевозчики. Мы играли за дивизию. То есть нас готовили для перевода на уровне дивизия армейский корпус. Военное остановление ужасно интересная наука. Как держать вилку? Как здороваться с человеком с Востока? Никогда не смотреть ему в глаза. Он это воспринят как вызов. А как уж когда общаться? У нас на Руси принято если глаза не смотрят, значит врешь. Правда? А у них посмотрел и отвел взгляд. Посмотрел и отвел взгляд. Наши поздоровались. Степа говорил «Град пусть добрый день». «Град добрый день». «Добрый день». Каждый раз к вам если слушай ну у вас как принято. Вот эти вещи рассказывают когда изучаются курс военных остановлений. поедем это пограли но без дневника East West Home Home East West Home Is Best В гостях хорошо а дома лучше боевая техника оружия на армию невозможно просто. В этих самых командировках не получится ничего. Ну не объясни что вот тут вот такая то вилка цепляет эту царку происходит передача притягшего момента сэточки стрелки на эту жизнь все нарисуем ну как же нарисуем времени гречевая практика учим как говорить с местным населением как люди оки-доки мамы лёг зачем надо это знак общественно политический перевод перевод на преступление на группе случай чувства любви и дружбы объединяют великие народы Куба и Советского Союза переводчик Лос Сентиментус де обезда лос уэро де Куба и завалю с уэли как специально никакие это сантиментус а именно чувства дорогой был по-испански чувство будет сантиментус извините военный перевод опять не могу обращаться можно дальше итак обучение переводом должно сочетать методиками которыми накачали студенты на первых двух курсах необходимо учитывать положение речевой коммуникации психолингвистики переводчик должен быть психологом вы скажете зачем скажите мне пожалуйста как вы определите переводчик врет или не врет на период простите мне мой русский вот как определить а может вот такая ситуация мы пришли на переговоры а моя задача затянуть переговоры моя задача не дать ответ на вопросы которые вы хотите получить переводчик переводит все честно они говорят слушай ты ничего не переподал а он просто говорит они так отвечают когда мы работаем с нашим с той стороны мы слышим все и переводим нашим все когда мы работаем туда мы должны заворачивать этот продукт в красивую бумагу в реппет это A класс продукт зачем потому что так надо дальше продажа не только передавать общий смысл но и особенности нюансы оттенки интонации точно и грамотно переводит в специфические военные понятия кермины а для этого нужно знать что оказывается мы используем метраж а значение используют что фоточ мы используем в километрах километрах а не в миллиах мы в сантиметрах а не в дюймах а что такое дюйм вот а то на руси дюйм было вершок помните мы не говорим про каста и сажим и так далее прецизированная лексика имеет огромное значение для этого нужно хорошо знать числительные пожалуйста дальше при подготовке специалистов по военному переводу мы должны использовать оригинальные документы наши российские и оригинальные документы супостата должен вам сказать с огромной радостью нашел на министерство обороны российская федерация на пяти языках материалы на пяти представляете на русском и так далее джентльменский набор дальше структуры все выложено дальше словари по специальности порядка 15-20 словарей пользуюсь я не хочу бесплатно в открытом доступе одна вещь если пойдете на дот департментов дефенс дигнат из сейс омерика когда вы пульнули туда имейте ввиду если вы попали на этот сайт они увидели откуда вы пришли линк а випен а випен вы будете иметь проблемы с российским законодательством откуда вы уж понимаете випен долго не живет он какой-то випен випен недолго помните эту песню дальше система нужна система для системы нужен учебник я про них потом расскажу зачем учебник объясняю очень просто приходит студент я учил вопрос выучил откуда от сих до сих рассказывать то есть когда мы студенты грузим мы говорим ты вот это вот это выучи это this is the bible you have to know this bible это минимум твоей жизни не будешь дать погибнешь сынок погибнешь все уставы написаны кровью дальше технология программного обучения играем ребята мы сегодня едем на базу ВВС рассказывает мне товарищ военный журналец который три раза пытался учить английский язык но никак не получалось поехали с его командиром это байки можно я вам скажу чтобы не уснули по времени еще я меня специально поставили перед обедом чтобы у вас настроение было так вот он сколько еще минут еще минут 10 отлично я вам скажу мы вам эту байку расскажем у них должен был быть выгод а этот его начальник сидит и болтает с этим американцем болтает и болтает то смотрит слушай мы не успеваем настучится в дверь открывает дверь и сидит пофиг он one hour джи хоп все выходит а коммуникация состоялась они собрались и вовремя файл да ролевые то есть играем в эти используем естественно сейчас шикарные возможности мультимедиа качайте что хотите бесплатно популярная была я очень любил джордж дамуи буш и был классный такой текст и всякий раз когда мы ладомир с подеми мы даже дружили были друзья юнта то есть не хунта а юнта то есть дружить дальше пожалуйста практический раз мы обучаем людей перевод на слух на слух перевод кузнему зрителю с листа 2 вот это дамок очень важен очень важен была такая ситуация когда работаешь с одним языком и тут нужно было перейти в другую аудиторию работать с другим языком ты приходишь начинаешь рассказывать вообще что поэкскурузнее опал катился назад еще раз на том языке которые говорят в этой аудитории. Был такой случай. Мозг устал и нагроза филила, не сработал. Очень важно совпадение с израилов. Потому что у одних они говорят так, у нас говорят так. Про футоч, метраж я вам уже это рассказал. Конкретный пример. Вот тянет на байкер. Поставляли руду, в которой были амбазы. Состав 62 вагона. В каждом вагоне 62 тонны. Но не написали, какие тонны. Метрическая тонна или короткая тонна. Одна тонна метрическая тысячи килограмм. Метрическая короткая 903. Теперь представьте, 62 тонны в каждом вагоне на 62 вагона. Вы представляете, какая потеря в ладебе? Или еще одна штука. В общем, 13 или 13. Есть разница. Прибыль компании составляет 19 миллионов там чего-то, чего-то. А он говорит, вместо 19, он сказал, 90, он сказал 19. То есть было сказано, найден, найден. Вот это разница. Представляете себе, 90 и 19. Где деньги? Сим, деньги, где? Идем дальше. Несколько примеров слова цель. Можно сказать, the target, the first round. Понятно? Я просто предлагаю, по цель перевести вот эти вот предложения. Target, цель, можно перевести, target, aim, purpose, aim, motivation, goal, interest. То есть раскручиваем синонимии, строим синонимические поля. Задача до 10, начало 4, а потом 5, а потом 7, а потом 10 терминов. Зачем? Потому что в этой ситуации вкуснее будет сказать вот так. Дальше, peace of mind. Мы живем душой, а не головой. Это к фоновым знаниям. Футочный этаж, frequent fly. Постоянный. Диэн, стерофонный. По сторонним вход воспрещен. Пауэрсюнер. Батареи подвезли, подключил. Батареи к костюму, там обогрев, там и так далее. Да ничего подобного. Деловой выходной. Да и офф. Есть тумблер. Он, офф, он, офф. Я сегодня работаю, или я сегодня не работаю? Я сегодня офф. Хопа. Дальше. Методика. Все методики вам знакомы. Я просто напомню. Метод переключения, трансформации переводческие, смысловое расширение, коммуникативная активность, синхронизация, визуальное восприятие. Беру текст, считаю, ну вот и перевожу в смысловую. Но не спешу. Я даю тебе 5-6 секунд. Я глазами пробежал, начал предложение переводить. А глазки выскочили и побежали по тем, что я потихонечку, потихонечку, у меня нет вождение. Вы знаете, когда едешь на механике, не можешь передачу запрямить, у тебя машину рвёт просто. Она в канаву в пол, в пол, в руке. Дальше. Самое интересное. Курс. В институте нам преподавали военный перевод 2 года. 4 академических часа, 18 недель, 72 часа. Получается 1 семестр. Всего за весь курс 4 семестр. 288. Заряд ли в аудитории? 144. Самостоятельная работа. В общей сложности 4,3,2. Много? Мало. Но больше не даст учебный отдел. Не даст просто. Нет, что? И некоторые темы. Я говорил, стандартный груз военного перехода. Но в этом варианте все темы отклачены. Начиная от основы военного перехода и заканчивая интересными штуками. Радиообмен, потребование. Это для тех, кто сейчас в Донбассе. Борт-перевод, потребование. Если летаем на леталеку. Тоже была интересная история. Летчик по воевому применению. Но это уже будет другая история. Дальше, пожалуйста. Продолжительность. Урок стандартный. Почему нужен учебник? В учебник забиваем структуру. И гоним мы ее, эту структуру. В учебнике два дома обычно. Общий курс, специальный курс. 4 академических часа в мониторе, 2 часа самостоятельно. То есть нужно создать учебник так, чтобы мы успели пройти весь урок материала за 4 часа. На теориях. Объемах. Дальше. Введение или введение темы. По урочной словам. Подготовительное объяснение. Переводческие упражнения. Подготовительный материал. Основной текст. 3,5 тысячи. Хватит. Вот так с головой. Можно один акцесс переводить в виде нежи. Было такое. Комментарии. Основные переводческие упражнения. Ну и переводческие упражнения. В виде письма перевода. Закрепление дел. Дальше, пожалуйста. Каким должен быть цикл? Ну, надо владеть двумя языками. В первую очередь, равным. Русских-то не знают. Ну, извините, но к сожалению. К сожалению. Дальше. Иностранный. Имеет отменное состояние на здоровье. Работает по 10-12 часов тяжеловато. Я не говорю про синхрон. Заболевание профессионально. Инфаркт, инсульт, алкоголизм. Это правда. Это правда. Ты рудится. Он отменяющийся. Работать переходчиком может быть индивидуальный. Или он будет тим-лидером. И он отвечает уже за этих людей, которые ему учили. И его задача сбить эту команду, чтобы это была одна группа. Следующий сценарий. Требования. Большой список. На первое место описание. Морально-политическое осознание. Если вы не видите правоту нашего дела, вам здесь делать нечего. Вы на кого работаете, мужчина? Это очень важно. Сейчас у нас очень важный этап в жизни. Дальше. Профессиональная компания. Производительский зал. Владик навыкови перевода должен быть на автомате. Привожу пример. Когда вы были маленькими, у вас, когда мама колена, был спринявший. Правда? Ну, чтобы ложкой не попали в глаз, там еще что-нибудь. А сейчас вы сидите в шикарном ресторане. И вдруг выключается свет. Может такое быть? Я левайца перерубил там, допустим. Вы же не попадете в вилкой, сидя в глаз, правда? Вилка или ложка пойдет туда, куда нужно. Почему? Миллион раз, миллион раз. Вы думаете, почему у невролога проверяют? Закройте глаза и кнете пальцы. Координация. То есть это движение отработано. Автомат Калашникова. Самый надежный автомат в мире. Дальше. Прекорендуемый источник. Вы можете сказать, что это старый источник. Создайте новое, пожалуйста. Но база, отподуматься нужно от этого. Араклин, известный филолог. Москва, Петербург. Дальше. Старжи, но тоже самое. Филиппов не любит. Нелегал, офицер, армия США приехал. Прекрасно, говорю. Замечательный человек. Дальше. Миньяк-говоручик. Человек, который притащил к нам из Европы переводческую скоропись. Участник войны. Штурман. Дальше. Ширяев. Генерал-майор. Замечательный синхронист, который разработал многие речи по синхронному переводу у французского языка. Мельцик, это монстр испанского языка. Его учебники по всему миру. Никарагуа, Куба, Перу, Венесуэла лежат в этом учебнике. 73-74 год. Нелегима Бойко-Ладж. Немецкая реакция. Когда-то его указал полковник Баум-Гармен, который работал сантехником в Западном Берлине. Как вы думаете, он хорошо знал кубинский язык? И Гейтс? И, наконец, источники электронные. Министерство обороны, МВД. ФСБ не берут. У них своя кухня. У них своя мощная школа. МЧС. Национальная гвардия. Специализированные учреждения. Не забудьте, когда туда стреляете, оттуда прилетит. Справочные по-русски. Много сейчас. Много справочных. Такие классные, красивые книжки. Я просто перестал покупать. Потому что, ну, хватит. Остановитесь. Специализированные словари на иностранном языке. Скажите, электронные слова. Каракас, 17-й год. Перевод срочный. Отрубается интернет. Отрубается электричество. И где я возьму эти знания? Вот они словари. И напоследок. Как будет на дорожку по-английски? Очень просто. One for the road. Фильм. Русский перевод. Классно снят. Тот же автор, что и Боргийский Петербург. Перевод на передовой. Это подготовлено Министерством обороны. И переводчик недавно с Гаем Ричи. Ковен. А сейчас, если у меня еще есть немножко времени, я хочу вам показать видео за високом. О том, нужно ли знать хорошо язык. Давайте попробуем. Какую? Плохой переводчик. Про хороших же мы не будем. Громко, громко. Стоп. Давайте наладим. Не прошу? Не прошу? Не хочу? Давай. Может быть, у вас есть вопросы ко мне? Пожалуйста, постарайтесь на них ответить. Пока мой коллега кино это прокрутит. Скажите, пожалуйста, пропагандируйте, пожалуйста. Что, простите? Пропагандируйте, работайте. Да, у меня 20 лет работаю 8. Я работал в Киевском институте военно-киевском университете союзов. И в Киевском университете. Все, готово. Лена! Да, Виктор Геннадьевич. Лена, скажи мне, я тебе говорил неделю назад, пойти мне переводчика, Лена. Да, говори, Виктор. Я из-за того, что нет нормального переводчика не могу уехать за границу с гастролями, Лена. А уже нашли переводчика. Кого вы нашли, Лена? Что происходит? Мы, мы, Челябинский тюз, победители фестиваля. Лейся, сказка, сказка, сказулечка. Лена, что происходит? What the fuck, Лена? Виктор Геннадьевич, вы, честно говоря, нашли переводчика, он в приемную ждет со вчерашнего дня. Да почему ты молчишь? Давай, приглашай его сюда. Он 10 лет работал в МИИ. Заходите, пожалуйста. Виктор Геннадьевич, здравствуйте. Я переводчик. Здравствуйте. Здорово, английский владельский. Конечно. Так, садись, я тебя подняю. Дверь. Дор. Стол. Тейбл. Ага, нормально подходишь. Значит, смотри. Сейчас придет человек с Ливерпуля, понимаешь? Это серьезные переговоры. Из-за таких переводчиков, как вы, я не могу уехать на гастроли. Ты понимаешь это? Да. Ты должен переводиться четкой, гнятно и понятно. Понял? Понял. Лена? Да, Виктор Геннадьевич. Приехал человек? Да, приехал мистер Стэнфорд из города Ливерпуль. Ой, из города Битлз. Какой Битлз? Сказали же города Ливерпуль. Уже плохо. Сядь сюда, я тебе говорю. Сядь. Мистер Стэнфорд, заходите. Мистер Заславки ждет вас. Да, я вас жду. Здравствуйте, мистер Заславский. Очень приятно с вами познакомиться. Милости прошу к нашему шалашу. Переводи давай. Милости прошу к нашему шалашу. Переводи давай. Милости прошу к нашему шалашу. Сядь в домах. 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 Спросить меня, чем ты будем? Может быть, что ты хочешь что-то пить? Да, с удовольствием. Конечно. Кисель. Кисель. Russian plasma drink. Ряженка. Very old milk. Квас, может квас хотите? Bread water. Вот он, брат, да! Bread water. Cold milk. I don't want drink. Нет, он не хочет пить, thank you. Ну да ладно, начнём! So, we want to invite you to European Theatral Festival in Liverpool. Мы хотим пригласить вас в Ливерпуль на театральный фестиваль. Отлично! Отлично! Лиха беда начала! Лиха беда начала! Ты молчишь! Crazy trouble beginning! Trouble? But will you need any trouble? Нам не нужны проблемы! Да и нам не нужны проблемы! Нафига козе бояр? Нафига козе бояр? We don't need any troubles also. Why does the goat have an order? Yeah, really. But I don't understand. А я ничего не понимаю. Чё не понимают? Вот почти переводчик с уфом и не можешь перевести нормальный чё. Расскажи! Мы Челябинский тюз! Мы себя не на помойке нашли! Значит, нам нужны хорошие условия! Мы дадим все лучшие условия для вас! Ты мне зубы не заговаривай! You speak with his teeth! Тих-тих! Но я не хочу говорить с вашими зубами! Он мне хочет говорить с вашими зубами! Какие зубы? Так, намотайся на ус! Знаешь? Намотайся на ус! Сатвист на масташ! Масташ! Масташ? Масташ, да! Масташ! Look at my face! Look at my skinny face! Do you see any масташ on my face? Не могу никаких усов на лице! Чё ты не маржу маржу мешаешь, а? Чё ты не маржу маржу! Не маржу маржу! Не маржу маржу! Стоп! 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 Масташ? Плазма? Плазма? Спагет на масташи? Что случилось? Очень интересная зарисовка. Переводчику здесь не подавидуешь. Например, как перевести колобок? Он переводит Russian tasty boy. Или, допустим, конёк-горбунок, horse with osteochondros. Ну, парень не справляется в задаче, переводит, всё. Но итог этой зарисовки, господин Зазлавский, всё здорово, всё классно, там прекрасная сцена. Говорит, но у вас проблема какая? У вас очень плохой переводчик. Я поднимаю тост за хорошей переводчиком. И желаю вам всем удачи! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Спасибо! Что больше всего запомнилось? Что больше всего запомнилось? Запомнилось? Вы знаете, в институте у нас выпускают два тома переводчика. Сейчас на мою голову такое надо сказать. Расскажу вам абсолютно простой. К нам приехал очень большой-большой начальник. Мы должны были создавать систему проголосования. Мы приехали в штат, поглобоваясь обеднёнными. И при входе я смотрел на дягород с большими звёздами, зацепился уже по рукам, чуть не упал и оторвал от туфля. Подушку. И я вот сейчас переточился на подушке, на переводе. Я чувствую, я болел весь. А с ним ехал и у него дядечка, офицер-абитант. Сергей, в чём дело? Я не понимаю, что происходит? Сейчас мы поменяем. Представляете как это? Я думаю, да бог с ним, пусть они стоят. Это моя реванная туфля. И я буду переводить нормально. Потом мы поехали построить систему. Всё получилось, всё здорово. Я получил благодарность. Такого-то случая. Было много скучных интересов. Если мы увидимся, я расскажу. Вы на основном вкусным переводчиком? Итак, и так. Особенность военного переводчика заключается в том, что нужно уметь и то, и то делать. Но я буду откровенным. Песняный перевод с радостом у меня не пошёл. Как я не пытался. Я птица голородная. Поэтому для меня проще работать с шушутажем. Я работал на синхроне, но сейчас я синхроном не занимаюсь. Потому что, ну... Но я должен признаться, я слушал, как переводили ребята на хоро. Можно было бы лучше. Честно сказать. Почему? Или им не дали материалы, и они не смогли просто... Вот такой простой пример... Не, не, не. Раньше, раньше, полнадцать лет назад. Я не слушаю сейчас, как сейчас работают. Я не к претензии, ни в коем случае. Просто переводчик это живой человек, и он... Если вы хотите классный перевод, вы дайте инструмент. Вот он переводит, допустим, спейт. Как перевести спейт? Это... Это трефа. Если в карты играют, да? Это будет трефа. А это стоматологический этот самый симпозиум. И у него это не шпатель, а лопаточка. Понимаете? И потом переводчиков стали клевать. А вы вообще терминологии не знаете? А вы дайте нам талмоды. Вот сейчас готовится выставка на профессии, чемпионат профессии. Реалов нет. А там заявлено порядка 30 специализаций. Там, допустим, управление локомотивом. Я что, на локомотиве, что ли ездил? Откуда я знаю? Или, допустим... Ну, допустим, вопросы воздушной безопасности движения. Это как-то мне знакомо. Я поймаю 10-12 терминов, и потом начинаю играть. Я чувствую, что вы смотрели на одной стороне, а Галина Александровна на другой стороне. Галина Александровна, вы заметили, на каком фоне она сфотографировалась? Она продает этот продукт, понимаете? Да, это мы заметили. Она то, что она берет у нас... Можно я так смело скажу? Берет у нас вот наши гениальные волны. Мы не можем сыграть. Ребята, вот он знает. Это труд. Это труд. Это труд. Если вы хотите быть классным, 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 классным... У меня советник еще был такой, Александр Васильевич из Самары. Но она свисела все вооружение из страны. От пистолета заканчивая так и не играть. Представляете, какой ассортимент? И он, ааа, Серхио, ты не знаешь, а ну какие идеи? Я сначала терпел, терпел, а потом я все его шутки выучил. То есть я его всю фиксику... А Александр Васильевич перевел. А вы теперь ответьте, пожалуйста, как это будет? Но это был человек уникальный. Его такие траги были мощные открыты. Ну, академическое оборудование, Советский Союз. Полковник. Между прочим, Николай Второй тоже был полковником и генералом. Ответил на вашу машину? Да. Вы с этой стороны? Вы с этой стороны? Да. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо вам. Спасибо большое, да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.